Для тех, кто в записи смотрит, это трансляция по сайту goodgame.ru. Называется она «Оптимистично весьма, меняемся к лучшему». Посвящена она в первую очередь для такого контакта между разработчиками и посетителями сайта. Во-первых, на стриме мы расскажем, покажем, что было сделано, что в процессе, что планируется. Ну, так скажем, мы читаемся о проделанной работе. И вторая часть трансляции – это чтение комментариев ваших с идеями, с замечаниями по багам, с пожеланиями какими-то. И попытка трансформировать, собственно, ваши месседжи в конкретные задачи. Вот. Чатику «Пламенный привет» с прошлой трансляции была в конце января. Прошло уже почти два месяца с момента прошлого стрима, поэтому, с одной стороны, список очень большой. Стрим откладывался по той причине, что мы ждали, когда можно будет начать… Ну, хотели приурочить просто трансляцию по сайту к старту тестирования приложения для iPhone. Вообще, ключевые четыре такие вот части, потому что было сделано. Это, собственно, приложение для iPhone. Большой кусок по обновленной версии сайта. Там и макеты, и верстка, и на тестовом сервере уже реальные страницы. И, ну, в общем, там больше всего, наверное, по обновленной версии сайта. Это апдейт приложения для Android, доктор Рэй, привет. И исправление багов и ошибок на текущем сайте, значительная часть из которых… Нет, не значительные. Значительно вообще приходят через саппорт, или мы их сами находим. Но в том числе и те сообщения, которые вы оставляли в прошлой… На прошлой трансляции меняемся к лучшему. Сразу хочу сказать, чтобы в чате писали по делу… Не по делу, а по делу писали в комментариях. То есть, если вы хотите донести какую-то мысль, сообщить о каком-то важном баге, предложить идею, то сразу идите, пожалуйста, вот-вот сюда, недалеко. Я вас посылаю. Меняемся к лучшему. Свои замечания оставляйте здесь. Вот. Здесь новость. Мы перейдем к комментариям… Я перейду к комментариям о второй части трансляции. А в первой, собственно, постараюсь быстро рассказать о том, что уже было сделано. Расскажи, пожалуйста, о полезных комментариях с прошлой записи. Меняемся к лучшему. Я о тех, которые действительно помогли. А на самом деле, большинство комментариев от пользователей – это репорт каких-то ошибок. Вот. Поэтому мы их тупо фиксим, и все. А идея прям креатив какой-то от пользователей, он, во-первых, не так быстро реализуется, и его значительно меньше. Поэтому я так навскидку даже не скажу, что вот прям что-то гениально было высказано, и мы тут прям взяли и сделали, и наступило счастье. К сожалению, такого нет. Итак, первый блок – общие изменения. Ура! На сайте появился новый баннер. Классный, огромный, 1100 на 110 пикселей. Сайту это клево, потому что появляются ресурсы на развитие. Но самое главное, что мы решили… ну, не мы решили вообще это, и от пользователей много раз была информация, пожелание, что премиум подписчикам, в принципе, рекламу-то показывать на сайте не надо. Они и так лояльны к сайту, они и так там оформляют и поддерживают стримеров, вот. И так много финансовой пользы приносят сайту. Вот. Премиум подписчиков на данный момент, под свежим данным, я был удивлен, 8%. Вот. Поэтому, если вы счастливы обладать премиума, то вы не будете видеть брендирование, не будете видеть меняющийся фон. Русбрейн, что такое? А, я понял. Рус, подчеркивание, Браин поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. Да, да. Миша, старайтесь. В Safari сайт все хуже и хуже работает. Я в курсе с проблемами с воспроизведением стримов в Safari, так же, как и в курсе того, что Safari пользуется 2,5% пользователей. Вот. Но, видите, за это дело очень радеет, и они с Эльдаром пытаются найти способ, чтобы стримы и в Safari у миноритариев работали хорошо. Но, вообще, если вы являетесь счастливым пользователем Safari, то, скорее всего, у вас, возможно, iPad, возможно, iPhone. Не дай бог, конечно, MacBook Pro. Ну, в общем, если у вас iPad или iPhone, то обратите внимание на приложение, пожалуйста. Просто, вот, оно прям заточено под нужды. Вот. Да, то есть, сразу, как только вы подпишетесь на премиум, у вас сразу исчезнут баннеры. Там и брендирование исчезнет, и баннер широкий. Единственное, что мы пока не убрали, это логотипы партнеров, потому что они через не нашу внутреннюю систему прокрутки. Вот. И дальше, скорее всего, тоже будем придерживаться этого же самого принципа, что если пользователь какую-то, ну, является премиум подписчиком, что... Рус, подчеркивание, брейн поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. Слышь, мажоритарий, Safari, четверть доната, амперсант лт.с, запятой три. Слышь ты. Да, я понял. Ну, я же не отказываюсь от исправления этой ошибки, Русбрейн. Просто, просто я в курсе ее и знаю, что ее решает. И деньги тут не помогут. Забегая вперед, Русбрейн Кап будет действительно в апреле. Точную дату сейчас там с судьями согласуют, так же, как и думают, внести ли какие-то изменения в систему проведения турнира. Вот. Видя сегодня еще запилил на своем стриме интересную задачу, как продолжение этой идеи, что если у человека нет премиума и он видит баннер, то есть ссылочка «Отключить рекламу», которая, собственно, будет вести на страницу с приобретением премиума, если он со страницы канала переходит на личный. Если, ну, в общем, не важно, какая подписка. Главное, что будет еще выход на отключение баннеров и на покупку премиума через, собственно, сами баннеры. Ну, прикольно. Не лагаем. Да, добавлена интеграция с видео. Наверное, я об этом говорил. Стример может среди прочих служб указать видео, либо ссылку на свой канал, либо просто свой аккаунт, и плеер будет, в общем-то, работать. Вот. Появилась возможность добавления видео с Twitch и Vimeo. Ну, это при добавлении видео. Можно MBD не только ютубовские вставлять, но и, соответственно, да. И по общим изменениям, последний тезис. Сделали смену никнейма при помощи подтверждения с SMS. Ну, так, в сторону секьюрности типа. Вот. Стрим-сервис. Ждем информации от ледокола, но я ее дождался, в общем-то. Но для большинства эта информация не имеет никакой вообще... Ну, конечно, специалист какой-нибудь зайдет, посмотрит. Nginx, RTMP, Dash, HLS. Отлично, да, все ясно. Как бы CRC32. Ну, для большинства самым ключевым изменением в стрим-сервисе было... Чего ты стоишь на душе? Отвлекаешь меня? Что это такое? У нас в начале прошлого месяца возникла проблема с тем, что количество входящих стримов превысило... Короче, мы не могли выдержать там 600 или сколько-то там одновременных каналов на вход. И надо было что-то решать. Было долгое решение, было быстрое решение. Короче говоря, через две недели все сделали. Большинство ничего не заметило. Там 13-14 февраля это происходило все. Поперебалансили трафик хитрым образом. И сейчас у нас уже... Там еще в начале прошлого месяца было ограничение на создание каналов. То есть мы вынуждены были даже запретить новым пользователям регистрировать каналы на сайте. Потому что, как бы, чтобы не страдали текущие стримеры. Но там реально был большой объем работ проведен. И там свитчи, настройка, и перекоммутация, и настройка нот. Короче, была большая жесть, о которой вы, к счастью, не узнаете. И это, слава богу. Но на самом деле, самый главный приоритет стрим-сервиса – это стабильность. Я во многом согласен. И этот приоритет у Эльдара, у ледокола первым стоит на протяжении уже полугода. Поэтому все, что как бы касается стрим-сервиса, там всякие изменения в превью, актуальные превьюшки генерации скорость, там какие-то правки по невалидным листам, производительность. Все это для стабильности и производительности. Все по сути. Для того, чтобы, грубо говоря, у вас не лагало. Вот. И это топ-1 приоритет. Ужас была. Да-да-да. Эльдар-то знает. Причем мы сначала, там же процесс даже установки нового оборудования в рамках нашего ЦОДО, он занимает там пару месяцев. Мы о проблеме узнали заранее. Мы ее понимали, что если правильное решение, оно займет много времени. Поэтому мы быстренько там второй сервак на прием. Кому-то там оперативки добавили. При этом параллельно процесс идет с этим заявками на новые оборудования, выделение каналов и дополнительных адресов. И это капец, конечно. Но вот если я к Эльдару, пользуясь случаем, публично хочу обратиться, топ-1 приоритет, стабильность. Всеми способами, всеми, любыми возможными способами. Что хочешь, как хочешь, но чтобы было все хорошо. Вот. Поэтому удачи тебе. Трансляции. Канал пользователя. Отображение популярного стрима в группе одноклассников в ГГ. Представляете, у нас есть группа в одноклассниках. Там на 50 тысяч человек. Неожиданно. И теперь топовый стрим отображается там. Так. Всегда отображается там в айфрейме сверху. Сейчас там... И тарана на P40. Да. И вы в игре... Интервью с разработчиками L2 Штурмовик, насколько я понимаю. Вот. Ну, как бы мелочи приятны. Проблема с Beeline. Да, в начале этого месяца была проблема с участием пользователей Beeline. Начались лаги даже на там среднем качестве. Была соответствующая тема. Это пришлось еще на мартовские праздники, поэтому с техподдержкой было не очень хорошо, по крайней мере, с нашей стороны. Ну, с Ростелекомовской. Но по тем данным, которые пользователи начали уже присылать, было понятно, что, скорее всего, как бы это даже не со стороны нашего провайдера. Вот. В результате где-то к числу только к 13 тому удалось, благодаря Вакариену, боевому товарищу Мантича, найти на стороне Beeline проблему и ее устранить. Потому что то, что пользователи, абоненты Beeline написали в теме, и то, что мы со стороны там Ростелекома пытались не нашу проблему решить посредством Ростелекома, результатов никаких не дало. Поэтому еще раз Вакариену большое спасибо. При клике на второй плеер на странице канала происходит перезагрузка страницы. Да, это скорее к багу относится. В новом селекторе показывается скрытый под галкой стримы. Мы тоже пофиксили оптимизацию скелет запросов канала, что быстрее загружалось, улучшить взаимодействие сайта с серверами стримов по части рестримов. Это, кажется, кусок работы по ZeroEll, там, ледокол делал после смены архитектуры для стабильности ретрансляции на другие стрим-службы. Сделать единый контроллер для видеорекламы от всех агентств. Это, кажется, флешер у нас занимался. Ну, чтобы у вас иконочки были одинаковые на одних и тех же местах. Вечерами все равно лагает. Вечерами сейчас лагает по другой проблеме. Там у нас почему-то в рамках самого Ростелекома начинается какая-то магия. Заявки уже соответствующие есть. Уже третий вечер такая хрень. Не постоянный, не у всех, но у части. То есть там есть, ну, грубо говоря, там у тебя канал 20 гигабит, а по факту он выше десятки не прокачивается. Поэтому там, скорее всего, где-то на стыках или там... Ну, в общем, заявка уже есть, провайдер разбирается. Это уже другого рода проблема. А много пользователей с дефолтной датой рождения? Я думаю, да. Да, это можно в профиле указать. Если вот такие толковые мысли, сразу, пожалуйста, в комментарии, чтобы не потерялось, не дай бог. В чатике оно уже как? Проскролится и все. И ищи потом его. Для пользователей с правами добавить электро на главный и последний фильтр новички. Это мой фейл. Я думаю, что новички с такой аналитикой... Рус подчеркивает, брейн поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. Миша, в завершение. Нашел город для хэдэфизгудгейм. Это Джиджига. Вот про город. Ссылка. А вот гейм. Город Джиджига. Город Джиджига. Это в Сомали. Что-то нас не любят. Хотя у нас символ пиратский. Можно, в общем-то, и в Сомали податься. Интернет, наверное, у них там будет не очень хороший. Но население мы им реально увеличим. У нас 600 тысяч зарегистрированных пользователей. Все переезжаем. И вместо населения в 98 тысяч человек получится почти миллионник. Хреново я считаю. Ну, хочу, чтобы был миллионник. Метро забабахаем. Все будет отлично. Будем пиратские стримы вести оттуда. Правда, жарковато. Господи, это средняя температура нормальная средняя. Все, 20, 21, 23. Джиджига. А где ваша фирма зарегистрирована? В Джиджиге. А какой у вас сайт? Гудгейм. А, нет. Джиджи. Надо зарегистрировать в доменной зоне. Господи, не знаю, где это. Так. Если у пользователя... Короче, по новичкам еще непонятно, что делать. Там алгоритм нужно менять. Наверное, даже в подробности вдаваться не буду. Вы этого все равно не видите. Результаты меня лично не удовлетворили. Если у пользователя браузера Firefox 43, 43 версии, то показывает HTML, плеер HTML по умолчанию. Может быть... Ну, большинство все равно 40, 41. Я посмотрел по статистике в Андекс.Метрике. Почему-то пользователи Firefox не горят желанием обновлять свой браузер. А зря, потому что с 42 версии... Там, кажется, с 42 какие-то тоже были моменты. Может быть, с аппаратным ускорением, не буду врать. Но с 43 точно HTML плеер работает великолепно. Но не буду вдаваться в подробности. Чем HTML плеер лучше флешевского, да? Вам в чатике расскажут. Дать возможность помощникам стримера редактировать название трансляции и игру через иконку быстрого редактирования. Если при добавлении видео в видео спецом указывается о них стримера, необходимо отправлять имейл с уведомления подписчикам этого стримера. Тоже, кажется, об этом я говорил даже. Если в поиске введена игра, то необходимо показывать стримы по этой игре. Да? Йопарас, это... Витя этого точно не видел. Витя, смотри, какая у нас есть фича. Как тебе компоновочка? И так сойдет, я считаю. Не, ладно, я Витю сдам. Это он дизайнил. Все, что на Гудгейме, дизайнил Витя. За все он несет ответственность. У меня последние леса, все работает отлично на прямом качестве. Это да. Это капец просто. Это результаты поиска. Причем скролл идет с сайта на заднем фоне. Ох, лучше бы я не знал об этой фиче. Турниры. Да, кстати, по турнирам вообще нифига. По турнирам статистика. Во-первых, прошло 10 месяцев с первого турнира проведено, внимание, 2900 турниров. Суммарный призовой фонд, который был выплачен товарищам 2 миллиона рублей. По турнирам сейчас идет попытка собрать информацию от организаторов наиболее активных. Ну, те, кто проводит, собственно, герокапы, коллаксы, там, лиги и прочее. С тем, что вам, чего вам не хватает. Ну, и они потихонечку файлик составляют. Для того, чтобы в резине эти пожелания учесть. Не забыть о них. И реализовать. Хотелось бы видеть не только дату месяца, но и год проведения турнира. Это с прошлой трансляции пожелания от пользователя. Rosbrain Cup. Rosbrain'у привет. В апреле без точной даты следите за анонсами. И да, сбор рекомендаций от организаторов для реализации в обновленной версии сайта. То есть турниры будут в резине, наверное, на втором месте после стримерской части. И главное, ничего не потерять при переходе. И несколько новых вещей от организаторов наиболее важных реализовать. Чат. Forever Chat. Не работают баны в чате. Какой-то фикс. Не знаю даже о чем. Если пользователь в чате вводит Message of the Day, надо ему отображать сообщение дня. В сообщении дня, если поставить ссылку и написать текст, весь следующий текст выглядит, видимо, как кликабельная ссылка. Какая-то ссылка на задачу в Redmine. Я, если честно, не знаю, что там за задача. Посмотрим. Вопрос по поводу API2. Используем Implict Grant. Токены приводят к необходимости получать их по новой. А, там обратная связь. Там просто ответ в спецификации по OAuth2. Ничего не говорится о вечно живущих сессиях. Наоборот, подразумевается, что Access Token валиден для непродолжительного периода. Интересно, как-то мы донесли информацию до... И кто вообще это писал? Есть вопрос по API2. Мы используем... Давайте вот так вот. Если это было в комментариях оставлено, то я найду, кто... Хренас два. Видимо, в чатике писали товарищи. Ну, кто-то из разработчиков. Кто-то из разработчиков. Ладно. Смайлики. Наверняка большинство смайликов, которые появились за эти два месяца, вы уже успели увидеть. Но есть и сюрприз, о котором, наверное, хочет рассказать Витя. А что тут нового? Я все смайлики эти видел. Кроме последнего. Сейчас мы подождем нашего креативного директора, безумного дизайнера Виктора. Если он, конечно, изъявит желание. А, Рутони что-то. А печата опять не завезли, говорит Рутони. Я тут... Вит, не хочешь рассказать про вот эти вот непонятные вещи? Го, отлично. Просто отлично. Сейчас мы его... Мы увидим не только результат его креатива, но и услышим его. Это уникальная возможность. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Привет всем, кто в чате. Так, еще раз скажи что-нибудь. Раз, два, три. А, да, тебя хорошо слышно, да. Я могу поближе. Не, я вижу, что хорошо слышно уже, все в порядке. Ну, давай, наверное, со смайликов начнем, а потом, скорее всего, что хочешь, то и расскажешь по макетам. Хочешь, что и получишь, да. Хорошо. Появилась идея внезапная у нас с Авеллием. Это тот человек, который ответственен за рисование смайликов, если что. Сделать такой уникальный смайлик, который будет игрой. Камень, ножницы, бумага. То есть, по универсальному коду или просто через селектор вы ставите, собственно, смайлик, да. И вам выпадает какая-то одна из трех вариаций. То есть, таким образом можно устраивать баталии. Например, там, я не знаю, вот Миша была идея в турнирах как-то, да. Ну, по черканию, кто первый черкает карту, например, да. Ну, да. Например, так там, или еще как-то. Ну, то есть, опять же. Нет, сейчас не понимают. Вы ставите смайлик, но у него три состояния. И вы не знаете, какое из трех состояний появится. В этом и смысл. Камень, ножницы или бумага. Да. Соответственно, вот можно, короче, зарубаться. Ставите смайлик и не понимаете, что получится. Да. Если идея понравится, то, соответственно, будем думать, чтобы еще такого уникального предложить, что прям вот ни у кого нет на одном Steam сервисе. Ну, у нас же киберспортивный портал, то есть, у нас даже в чатике можно будет зарубаться. Зарубаться, да. Вот, выбор из трех пек. Это билая, кстати, идея. Не знаю почему. Но вот как-то геймплей его как-нибудь не построить никак. Не получилось. А вот камень, ножницы, бумага. Да, еще была идея ящерицы из ПОКа добавить, но мало кто узнает про это. Просто, да. Ну, вот поэтому сначала простой. Ящерицы из ПОК. Ваша информация, сейчас я включен, наверное, демонстрацию экрана. Можно включить. Да, забегая вперед, вы можете уже принять участие в тестировании. Для этого нужно, а нет, я не буду говорить, пока что нужно. Пошло что-нибудь? Что-то грузится. Что-то грузится. Ждем. Очень медленно. Ну, у меня интернет должен быть пустой. Не знаю. Миш, ты так завис страшно. Ну, я жду, я смотрю. Зачарован этой анимашкой скайповской. Она крутится. Давай я перезапущу. О, сейчас есть. Я остановил. Нет, сейчас тебя показывают просто. Ладно, это была шутка. Отлично. Еще раз пошло. Да, пошло. То есть, загрузка идет. Опять загрузка идет? Да. Перезвонишь? Да, давай я лучше скайп перезапущу. Окей, давай. Вот так вот бывает. Ромео, с днем рождения тебя, конечно же. В общем, если вы являетесь счастливым обладателем айфона и хотите использовать мобильное приложение уже сейчас, невзирая на то, что в нем могут быть ошибки и баги, которые вас могут как-то нервировать и ваше душевное состояние пошатнуть, вы можете уже написать на iOS собакагудгейм.ру. Ничего там в теле письма писать не надо, просто типа запишите на тест. Давай. Давай. Так, окей, отлично. Еще раз. На четвертом айфоне, насколько понимаю, приложение будет работать. С четвертого как раз, да? О, что-то загрузилось. 4S, к сожалению. 4S, ясно. Есть, видно, да? Есть, есть, видно, рассказывай, показывай. Сначала ключевая информация. То есть мы запускаем тест, немножко, ну, не в привычной форме. Мы очень торопились вам вот выкатить, собственно, айфон-приложение, чтобы вы могли, собственно, оценивать те фичи ключевые, одна из которых является селектор смайликов. Наконец-то. Вот. То есть, в принципе, что в приложении? Смотреть стримы можно, общаться в чате можно, логиниться в чате можно, соответственно. Вот. Но некоторые вещи, соответственно, есть и с багами, есть недоделанные. Мы про них знаем, но вы все равно пишите свои отзывы на почты, которых мы потом чуть попозже скажем. Да, и репорт багов работает же сейчас. Соответственно, репорт багов не работает. А, не работает. То есть это одна из тех вещей, которые не работают. Да, ничего страшного. Так что ручками, ручками, уважаемые тестеры, пишите письма. Вот. И все мы получим. После логина, что не премиум же вроде работает. Там я посмотрел у себя, вроде он работает. Все, да, это работает. Стримы работают идеально. То есть я допустим... Ну зайди, покажи, пожалуйста. В чате там Пеку поставь у нас. Основные экраны показываю. Вон, меняемся к лучшему. Вот. Сейчас я покажу. Просто это на интервью. Давай. Ты не суетись. Давай. Там, настройки там. Почему-то у меня подписки не работают. Я не знаю. Подписки у меня тоже не работают. Подписки, кажется, не алло. Они были, они работают. Хотя у меня уведомление приходило о том, что трансляция началась. Так что, скорее всего, это что-то такое. Вот. То есть стрим открывается, да? Так, стрим открывается. Запустился даже. Да. Ну, то есть качество меняется и так далее. Так. Какое-то. А можешь телефон повернуть? Если я поверну, то, как отжись, у меня прога вылетит. А, понял. Ну, в общем, есть, естественно, горизонтальный режим, в котором удобно смотреть. Да, он тоже есть. Все там удобно. Ну, пеку поставь. Или бобра хотя бы. Вот. Так работает селектор. Так, отлично. То есть, видите, все смайлики есть. Причем вот я подписан на мантич, я подписан на повара и могу поставить, допустим, пеку такую. Это клево. Нехорошую. Угу. У меня есть предложение, а у вас нет. Ха-ха-ха. Вот. Тут есть, ну, на такой момент, что... интерфейс мы отправки смайликов поменяем, потому что вот когда ты на этом экране ставишь смайлик с одной пекой, ты не можешь ее сразу отправить. Тебе приходится переключаться на клавиатуру или жмачать return. Мы это переделаем. А, я понимаю. Мы это переделаем, чтобы было удобнее отправлять просто одну пеку. Вот. Да, спасибо повару за классную пеку. Вот. В принципе, как бы, пользоваться приложением можно. Смотреть приложение. Ну-ка, я переверну, может быть, будет работать. О, работает. Воу. У меня вылетало. Я знаю. Вот он интерфейс такой. Вот он убирается, как бы, все хорошо работает. В настройки еще не заходил вроде, да? Да, есть настройки, соответственно, это новое для наших приложений. Вот. Это система настроек. Ой, как он повернулся, ты видел? Да, да, да. Все знаменитая Apple-овская анимация. То есть, можно переключить какие-нибудь режимы более удобные, и у вас стримы станут в таком режиме. Больше вмещаются, соответственно, игр и стримов и так далее. То есть, ну, много приятных мелочей. Есть специальный список, собственно, всяких фичей, которых там мы планируем. В принципе, если хочешь, Миша, можешь их зачитать. Да там такой нечитаемый документ, на самом деле. Там внизу есть последний пункт, прям, о чем мы будем еще делать. А, хорошо, сейчас тогда я сделал. Ну, я, можешь, остановлю я тогда демонстрацию, или что-то еще не показал? Нет, в принципе, все. То есть, осталось только раздать, куда писать, надо сказать. А я уже сказал, пока тебя не было. Пишите на iossobaka.goodgame.ru. Не важно же, что писать, да? То есть, типа, я хочу приложение. Нет, пишите, пожалуйста, свой телефон. Телефон? Какой у вас? Мобильник. Модель айфона, конечно же. И какая iossobaka.ru стоит. Еще раз хочу повторить, что мы четвертый айфон не поддерживаем, к сожалению. Нужно 4s.ru. То есть, это, по-моему, кажется, iossobaka.ru только поддерживаем. С iossobaka.ru и выше. Вот. Ну, там, у большинства, то есть, там iossobaka.ru что-то около 5% стоит. Конечно, с одной стороны, это может показаться много, но вот очень много проблем, в том числе и со скоростью разработки мы таким образом решили, убрав поддержку iossobaka.ru, к сожалению, очень старые. Может быть, кого-то это гордится в кризисные времена. Ну, вот в документе нет экрана покупки премиума, но по понятным причинам, потому что, как бы, что заниматься? Премиум купить нельзя, не работает так же восстановление покупки. То есть, сейчас приложение это просто именно айфоновское, то есть, приложение для айпада у нас пока что слегка отдельно, хотя мы уже совместили, то есть, это уже универсальное приложение. Если у вас есть и айпад, и айфон, то вы тоже, как бы, типа, в тесте участвуете. На айпаде мы тестируем пока что не селектор, но там есть picture-on-picture, картинки, крутая фича, все тоже просили 100 лет на айпадике. Да, она тоже есть, и смело тоже. И там работает баг-репорт. То есть, если у вас есть айфон, то вы можете репортить, репортить, ошибки через айпад ваши. Ну, есть известная шутка, в общем-то, это не важно. Да, что планируется в уведомлении о начале трансляции? Ну, там ошибка какая-то. Уже есть уведомление о начале трансляции, она уже приходит на iOS, то есть, это давно появилось. Да, это выделено у тебя то, что сделано, да, получается? Почему тогда, чего пока нет? Скорее всего, я тогда, ну, скорее всего, мы пока, когда мы не совмещали айфон и айпад, то есть, на айпаде было давно, а на айпаде не было. И сейчас мы совместили, и в теории должно быть работать там и там. Хотя, возможно, опять же, какие-то казусы, то есть, это нужно будет отдельно проверить, заодно вот тестеры и проверят. Но вообще, уведомления есть. Автокачество, поиск и режим только чат. Ну, только чат, это, видимо, для стримеров, да, получается? Почему? Некоторые пользователи, допустим, могут смотреть футскрин у себя. А, на телефончике, я понял. На телефончике чатятся, это очень удобно. Ясно. Ну да, есть такой кейс. Могу рассказать про планы? Давай, любопытно, конечно же. Собственно, планы какие? Мы хотим выпустить, соответственно, обновленный универсальный апп, который будет поддерживать айфоны, айпады, а и также будут правочки сделаны под айпод про, то есть, вышел не так давно новый айпад, большой, крупный, и под него нужно немножко переделать интерфейс. Соответственно, эти небольшие изменения будут внесены, и сразу мы выпустим такой супер глобальный апдейт, где будет вообще все. И, соответственно, да, вот там есть картиночки, да, вот чатика с смайликами на айпаде, можешь показать, если хочешь. Да-да-да, это на айфоне вроде как было. И на айфоне, там и ниже на айпаде тоже два картиночки. Вот, соответственно, эти изменения мы тоже внесем, и все это покажем. Дальше глобальных изменений, это, конечно же, у нас есть андроид, обновление уже, по-моему, доступно. Да, да, оно дня три назад вроде появилось еще. Хороший был бак-репорт, тоже будем продолжать работать над ним. И следующая большая тема – это обновление интерфейса для планшетов. То есть, если у вас есть планшеты на андроиде, то мы это обязательно тоже будем поддерживать. Чатик рядом со стримом, как все просили, тоже будет. То есть, не волнуйтесь. Следующая фича, которая, наверное, затронет и iPhone, и iOS, и Android – это Chromecast. Очень много запросов, мы про них-то знаем. Пока что вот в ближайших планах Chromecast и есть. Вижу, спрашивают про Windows Phone. Про Windows Phone тоже спешу обрадовать. Да, я не знаю, кстати, да. И меня тоже обрадуй, пожалуйста. Началась работа, собственно, мы в контакте с товарищем, который пилит это все дело. Правда, если честно, признаться, то давно не списывались, но мы закончились на том, что как раз таки я начинаю делать дизайн. Дизайн идет медленнее, потому что больше всего силу отнимает резина. Потом идет iOS, а потом Android, соответственно, по объему работ. Но Windows Phone, скорее всего, будет. Ну, точно будет. Просто нужно подождать. Ну, да. Просто по статистике, опять же, Windows Phone. Вот если брать тот же самый iPhone, за вчера 4000 пользователей с телефона зашли на сайт. У Windows Phone там вообще сотни-полторы. Ну, тут стоит отметить, что Windows Phone он такой особенный. То есть мы делаем не просто обычный Windows Phone какой-нибудь там восьмой, а поддерживать так называемый Universal Lab. То есть если у вас есть Windows 10 на любом устройстве, то у вас будет работать это приложение. Это да. Это совсем другое. И десктоп, и, соответственно, мобильное. Все это будет включено. Ну, и, может быть, за счет этого количество людей, у которых будет это приложение стоять, увеличится. Хотя, не знаю, на самом деле мы еще... Ну, макетов еще нет, поэтому... Это просто в планах. То есть я так планы рассказал. Ясно. Раз уж мы сплэшем там Android за деле, имеет смысл фичи сразу рассказать. Фичи для всех, что в чате отображаются саппорты, личные сообщения, возможность отключить фоновые воспроизведения в настройках, потому что у некоторых это диссонанс вызывало. Ну, и непонимание того, как его отключить. Селектор смайлов не прикрывается UI-плеера при открытии. Фиксы вылетов и отображение каналов при запуске. Ну, и также, собственно, главная фича Pinch to Zoom. Это скорее как бы что-то вроде правок, да, насколько я понимаю? Ну, это доработка. Да, а вот Pinch to Zoom, отображение стрима в окошке поверх всего. Ну, Pinch and Pinch, да. Да, Pinch and Pinch. Вот это как раз то, что новое появилось. И, конечно же, любимая видеореклама. Да, специально на ИСВР универсальный интерфейс. О, ледокол пришел. Отлично. Сейчас по стрим-сервису расскажет нам. Заодно спроси у него, как там дела с HLS. Это вот отдельная тема, которую я хотел затронуть. Ребята, мы знаем… Ты ему сегодня писал? Что? Ты ему сегодня писал по этому поводу? Да, мы написали, конечно. Он должен быть в курсе. Но я просто коротко скажу, в чем проблема. Да, да, да. Если у вас на премиуме обычно вы смотрите там Safari, там уже там вылез с мобильного приложения, и у вас внезапно просто стопает стрим, и нет там ни конки загрузки, там, да, буферизации или чего-то еще. Просто все намертво встает. Вот да, есть такая проблема, мы о не знаем. Она связана с HLS. И у нас есть даже подвижки. Мы там созванивались втроем с Локи, с ледоколом. И обнаружили, что если пустить стрим по HTTPS, то проблем такой нет. То есть это первые наши шаги. Что дальше будет с этим, пока что непонятно. У ребят есть идеи и планы, соответственно. Будем разбираться дальше. Ясно. Ну, ледокол там пытался пару дней назад какие-то какие-то работы произвести, чтобы нейтрализовать, но это не помогло. А вот буквально вчера, после созвона глобального, у нас получилось, ледокол пустил 20 мегабит, специально с закрытой стримбингией. И он стопрился буквально через 4 секунды, если без HTTPS, а с HTTPS он вообще... То есть все-таки могут где-то резать трафик. Да, скорее всего так и есть. Причем там есть ошибка, Сталит, которая спамится в чат, ну, если теле уложить, да, при HTTPS она не спамится. То есть явно что-то с этим связано. То есть она как бы типа Сталит, 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 то есть она типа воспроизводит какие-то куски, но типа накапливается какой-то объем этих ошибок, когда она больше все не может воспроизвать. Да, это сначала к рассинхрону легкому приводит, а потом, видимо, к стопу. Ясно. Хорошо. Хорошо. Будем разбираться. Да, будем разбираться. Слушай, мы уже дошли до обновленной версии сайта, а тут макетов одних. Как бы, у тебя есть еще время, чтобы... Конечно, конечно. Если что, ты рассказывай, я буду подрубаться. В общем, многострадальная версия нового сайта, о которой наверняка вы слышали. Работа идет уже, наверное, с полгода активная. Ну, с ноября, если... Да я, по-моему, не говорю, не знаю. Ребята. Ну, может быть, чуть раньше даже. Версия, в которой очень много всего поменяется и с точки зрения дизайна, с точки зрения интерфейса и по коду, по технологиям. Много разных фич, но, к сожалению, работа идет недостаточно шустро. Хочется вам побыстрее показать то, что уже результаты этой работы, но мы еще не можем этого, к сожалению, сделать. Поэтому будем сегодня отчитываться о том, что было сделано и какие... Так, мне бы хотелось резины, поэтому я чатик перенесу и буду вам мониторить. Джи-джи-то так ты мог. Да, заглушка такая появилась для тех, у кого слабенький интернет. Так, ну что у нас там по разделу сначала? Стрим. Практически никаких нет. Практически весь функционал, который есть на текущем сайте, он реализован. Больше превьюшек помещается за счет того, что резина. Сайт работает, в принципе, значительно шустрее, быстрее загружается, если заметили. Подгрузка контента идет, динамическая, без изменения, лента справа. Но это тоже говорили. Новости. Ну, собственно, сама резина, что меняется ширина блоков, меняется отображение блоков. Кстати, классный блок с видео, Витя, я прям вот... Да, это вот одна из последних тем, кстати, постоянно мы... Ну, это просто нужно дофиксировать до конца. Да, да. Мы постоянно улучшаем... Улучшаем, улучшаем. Улучшаем и ухудшаем. Вот, ну, из... Все настройки по фильтрам, по фильтрам по играм в трансляциях, в новостях, там теперь появилась возможность настраивать блок-форумы под себя. Внешний вид новостей, подгрузка новостей, футер, упорядочили информацию. В общем, главную страницу вы наверняка уже не раз видели, потому что она уже в такой готовности где-то месяца два. Последнее время занимались именно страницей всех стримов и страницей конкретного канала, потому что там объем большой. Страница всех стримов, в принципе, тоже готова, тут только не хватает плакатиков от Савелия. Кстати, скинь плакатики, покажем два варианта. Как они работают? Ну, с жанрами имеется в виду. А, с жанрами? Да, он уже... А почему у тебя 3D плакат не грузится? 3D плакат грузится, только один почему-то. Мне кажется, что это после того, как разработчик второй... А, обновили, да? Да, да, да. Он же там по играм много чего пообновлял. И, видимо, загрузил только StarCraft. Надо, видимо, перезалить их там. Секрас плакатики скинул. Да, трехмерные плакатики появились. Правда, тут только на примере одного можно увидеть. Но, видите, штук, наверное, 15 тоже нарисовал. И, ну, здесь, опять же, скорость загрузки повыше. Избранная перекочевала вот сюда. Она теперь будет сквозным, что вы сможете увидеть и анонсы. Ну, это тоже об этом... Это много раз показывали и говорили об этом. Превьюшки не отображаются, потому что это все-таки тестовый, и тут не вся информация актуальная. Вот приблизительно так будут выглядеть жанры по играм. Собственно, вы сможете не только как бы фильтровать по играм, но и выбрать интересующий вас жанр. 100 жанров там, не больше. Да. Под каждый будет плакат. В общем, там работает. Под каждый плакатик. 3D-плакатов будет в два раза больше. Здесь еще не отображается, как схлопывается плакат. Может, ты видел комментарий один? Есть макет, потому что это пока не доделано, да. Ну, грубо говоря, вот так вот оно выглядит. То есть, вот эта панелька закрепляется, и вы, когда будете скроллить вниз, у вас будет без плакатов подписи по играм. Открой макет, там макет есть. Да, макет. Да. Какой, где? Давайте. Так проще. Мне, по крайней мере. Окей, сейчас я найду. Вот, ну, страница со стримами, в общем-то, тоже уже готова. То есть, тут и не сильно много чего поменялось, только вот переключение по плакатам. Сейчас Витя пришлет, как будет выглядеть тема при скролле. Прислал. Прислал, действительно. Ну, вот так вот, насколько я понимаю. То есть, вы сможете скроллить дальше и при этом видеть, переключаться на другие игры. Нет, чуть повыше. Чуть повыше все-таки? Там будет именно с переключателем. А, с этим блоком будет? Да. Окей, хорошо. А, ну да, тут же контролы есть. Поэтому, окей. Но, значительно больше времени заняло как раз страница конкретного канала. Даже не со стороны стримера. Еще не закончено, если честно. Да. Ну, больше часть готова, но там еще 10. Тут по умолчанию сразу же театральный, ну, почти театральный режим. То есть, плееры занимают все свободное пространство. Чатик, внешний вид, опять же, в очень суром варианте мы его сейчас осознанно не делаем. Откладываем, наверстка там будет другая. И внешний вид несколько. Ну, короче, смысл в том, что он все равно будет на всю высоту, будет сквозным. Вся информация, которая относится к трансляции, но менее важна. Типа там, кто там стримит, редактирование, аватарка, оно все ниже. То есть, вы заходите на канал, у вас сразу трансляция и чатик. Все, что нужно для комфортного просмотра. Кнопочки, всякие покупки, премиум поддержки вынесены отдельно из плеера для того, чтобы сделать их более понятными и заметными. Сам процесс вам наверняка тоже известен. Комментарии пока еще не делали. Внешний вид готов. Да, внешний вид готов. Там и иконочки симпатичные сейчас мы увидим. О! Для стримера страница канала вообще совсем другая. Абсолютно другая. Ему нужны определенные инструменты, которые нафиг не нужны зрителю. Из ключевых мы, наконец, возвращаем большое количество разных анонсов и возможность их удобного менеджерения. Меняем описание о канале на Twitch-подобную, на такую блочную. Вы можете добавить какой-то актуальный, какой-то блок с информацией, типа, здесь вот саппорт, здесь вот описание конфигурации моего компьютера. Попытать, ну, можете поменять блоки местами удобным способом, загрузить картинку, дать с нее ссылку. Можете скрыть блок, там сделать, чтобы он не отображался. А анонс, во-первых, вы сможете добавлять, как я уже сказал, несколько разных анонсов. Блок анонса будет появляться, собственно, первым на странице его канале. А вот и ледокол пришел. Вот. Почему у нас стрим-сервис нестабильно работает? Пользователи в чатике спрашивают. Почему у стрим-сервис последний будет? Да, ростелеком, я в курсе. Ледоколу, привет. Привет, Витя. О, меня слышно, что ли? Да, тебя слышно, все в порядке. По анонсам еще следует сказать, что можно будет сразу же активировать 4, 5, 100 анонсов, соответственно, все они будут отображаться. И механика, которая у нас понравилась, скажем так, когда заменяется автоматически игра, и заголовок, она останется. Да, да, да. То есть, просто мы как бы, ну, то, что просили, то и то и сделали, в общем. Да, отлично. Вернулись к старой, получается. Да, ну, вернулись к старой и упростили еще процесс добавления анонсов. Ну, и попытаемся унифицировать внешний вид описания канала. Хотя, вот на этом примере совсем не видно, как оно унифицировано. Это другой вопрос. Да, внешний вид потом мы еще поправим. Не волнулись. Так, что касается блока «Мои видео» для стримера, перенесли его со страницы всех видео на старом сайте вот в такой блок с иконками управления, с экспортом, скачиванием, редактированием, что-то с ножницами, это редактор, видеоредактором. Вот, тоже. Слушай, Миша, мне кажется, что у тебя старая эта версия, я не знаю почему, что если все правилось, то есть у тебя реально некоторых вещей нету, я вижу. Я только это видел. Там очень. Нормально. То есть, что-то с ножницами уже давно было редактора, как я не знаю, как. Что-то с ножницами. Как неделю было. Боже, что здесь же у меня есть чатик актуальный, получается, да. Чатик актуальный. Личные смайлы не поменяются, появится некий дэшборд стримера, заголовок поменяем точно, там будет список из событий. Кстати, макет был лучше, тут очень много не доделано. Я знаю, все обновлено, я не знаю, почему. Покажи, пожалуйста, на своем мониторе, как это выглядит, так будет значительно проще. Я их проверю, скорее всего, просто может быть выкатили что-нибудь старое. Я ее проверяю пару раз в день минимум, и не видел ничего отличного от этого, поэтому вряд ли. Ну вот я сижу именно по дашборду стримера, там были полушечки цветные, я показывал, даже их добавили. Но сейчас у тебя какая информация? Сейчас я захожу. Настройки, сейчас, кажется, Локи занимается именно настройками канала. Тут, в общем-то, ничего. Да, у меня тоже все старое, я не понимаю, почему. Вот, вот, откатили. Откатили, да, почему-то. Так, а что, что здесь еще хорошего-то у настройки канала? Сделали. Да, у нас настройки-то понятно, там больше порядка в полях, хотя тут полей все равно. Они будут тоже вкладочкой. Да, настройки будут вкладочкой. Ну, для удобства там сохранить сверху-снизу. Да, да, если, кстати, кнопки сохранения сверху-снизу нет. Это с голоса не работает. Сейчас что там по разделам, давайте вспомним. 3D-плакаты, страница всех стримов готова, страница канала пользователя, я думаю, готова процентов на 60-70. Обновление блока мои видео показывали, обновление анонсов показывали. Все видео не показывали. Что еще раз? Ну, там мало ли, все видео, ну, там мало, конечно, включаются. Нет, все видео. Плакатики жанров тоже показали. Там, правда, два варианта, но очевидно, что мы там оставим. Я понял, почему 3D-плакатов нету, потому что катили и они все затерлись. Окей. Я помню, что их добавляли. Да, тоже помню, что на резюме были уже 3D-плакатики. Да, я тоже помню. А может быть, это накосячил наш фрон. Мне кажется, что это все-таки новый программист. Для того, чтобы побыстрее попытаться получать результаты по резине, которую мы так хотим видеть и хотим ей пользоваться, втыков по дизайну и верстке у нас нет, а вот по разработке мы потормаживаем. Поэтому как раз была новость на главной странице дней 5 назад о поиске программистов. И одного товарища мы взяли. И он как раз занимается сейчас страниц одного видео. Кстати, он должен был сделать в резине. Ну, так, приблизительно. Элуси Веревенгер поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. 200 рублей, отлично. Описание под стримом бы растянуть на весь экран. А то между чатом и описанием пустая полоса. я еще раз... Еще раз я не понял. Да, пожалуйста, если у вас есть замечания какие-то, оставляйте их в комментарии к новости. В Message of the Day есть ссылка на новость. Описание под стримом растянуть на весь экран между чатом. Короче, потом. Просто копипаст и в комментарии. Элуси Веревенгер. это уже сделали, меньше ты можешь продемонстрировать. Если, опять же, не затерли то, что было раньше. У нас, помнишь, я говорил, в минимальном нашем резиновом протяжении у нас все растягивается и блоки становятся пациентами. А, да, помню. Так, ну, страница видео конкретного, там уже какая-то есть появилась, я вижу, так что прогрессируйте. Только пишешь комментов, а так, да, нормально. Да, ну, комментами просто локи будут заниматься, а не, ну, скорее всего. И оценка даже тут отдельная, как я вижу, разделена и кнопочки. Да. А вот страница со всеми, видео, там верстка еще, кажется, не готова, да? Да, это, как раз таки, на нашем втором верстольчике, номер 2. Так, видео. есть макеты, если что. Да, да, макеты есть и по странице помощи, по которой не так много изменений. То есть, по сути, если вот так коротко сказать, что сделано сейчас по резине. Главная страница всех стримов, практически страница всех видео. Можно сказать, что страница помощи там в течение недели будет запилена, потому что там такая сравнительная ерунда. Не доделан канал, не сделаны вообще турниры. Что еще раз? новость покажем. А, новость же еще точно. У нас, по крайней мере, новости в хорошем состоянии. Да. Ну, они статикой, но там уже с... Я не уверен, что тут Паша Кодингом это кажется просто верстка. Да, это просто верстка. Ну, можно оценить. Да, да, мы их, кажется, разок уже показывали. Как вам новые новости такие большие, красивые, с большим шрифтом. Конечно, хорошо. И блюром. Блюр, это... Если он не лагает на каком-нибудь браузере, то это только... Кого он лагает? Поднимите руку, как говорится. Никто не признается. Это постыдно просто признаваться. Так, да, раздел помощь, макеты, их на верстку еще не отдавал ты, да? Все давно на верстке, почему? Я же писал. А, да, ты же задачи вчера поставил, да? На Дау, да? Да. Отлично. Там не так много изменений по помощи, в общем-то. Ну, в основном просто мы типа просто причесываем все то, что раньше не было причесано. В общем, месяцев через пять вы увидите готовую версию. У нас остались самые такие, мы все подкладываем. Лента, лента. Лента, чатик плюс плеер, потом дальше турниры, профиль пользователя, страница форум, страница... Ну, вот форум как раз сейчас мне закидает. Форум удаляем, да, есть. Уберем просто форум и все. Это просто рай на земле. Наконец-то. На Гудгейм. Наконец-то. Больше не будет нытья. Сколько можно терпеть? Остально. А то представляешь, там заходишь, ты с утреца на Гудгейм и тебе там товарищ, видишь тему на форуме, типа, требую убрать баннер на сайте. Да. Василий 3222, захожу, премиум им не покупал, никому не донатил, думаю, ёпросе-т, требует убрать баннер. Надо стрелять. Щелом бьет. В общем, кстати, по поводу этого комментария на форуме, я решил все-таки сделать кнопку отключения рекламы, чтобы, ну, мало ли, может быть, пользователь чего-то не понял. Мы как-то, у нас с Мишей был диалог такой, что все-таки полезно, когда мы немножечко усилий прилагаем, чтобы объяснять некоторые очевидные вещи. Это, оказывается, положительно влияет на на сайт и на пользователях. Поэтому вот такие вещи будем делать чаще. Так, и по дизайну материалов были одно видео. Можно макет показать, но, наверное, это макет чего? Макет одного видео. Наверное, не стоит. Ючи поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Ледокол уже вышел. Ледокол, ты там? Ледокол, братишка, подстригись. Ты похож на Толстого Виктора Цоя. Господа, простите, что прервал вашу беседу. И да, ледокол забыл сказать. Дивижн говно. Спасибо. Я передам Ильдару очень ценную информацию, конструктивную. сайты явно поменяются к лучшему после такого сообщения от профессионального стримера. Ледокол тебе сообщение в скайп пришло очень важное. Топ-1 приоритет. Ну что, Вить, спасибо тебе большое за разъяснение в плане дизайна, потому что нам, простым смертным, в здравом уме и твердой памяти, иногда очень сложно понять некоторые вещи, которые ты рисуешь. Спасибо тебе за все. Конечно же обращаюсь. Вот. пока. Пока. Белая версия? Конечно. Так, я пропустил пару пунктов, учитывая то, что пришел Витя, и... Да, по чатику это было. Там Рутони правда недоволен, что мы там что-то с АПИ не доделали. Но у него есть выходы. Игар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Спасибо за трансляцию. Пэпе Цепот. Хочется сказать, что лучшие стримы только у Джуси. Ну и Фомби ничего такой парень. Но банки с ними хрена грабишь. Игорь ЖКХ подлец. Он на Твич стримит в последнее время. И это самое... Говорит, это самое... Говорит, на Твич рестрим, если в исходном качестве будет, то я буду на Гудгейм стримить. Я ему поставил в тот же день стрим в исходном качестве. Нет, он продолжает. Интересно, что он на это скажет. Так, отвлеклись. С сортировками по играм... Тут исправление ошибок. Значительная часть из них это от... О, кстати, оптимизация тоже. Любопытно, что он ответит даже. Молчит, продумывает ответ. Ну правильно, тут ответственный момент. Как бы неловкая ситуация получается. Фомби поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Спасибо, Игорь. Джуси красивый красавчик. Игорь, вернись на ГГ, мы, может быть, тебя простим. Но только может быть. Фомби почти осилил иксчем. Кажется, сегодня была последняя или предпоследняя трансляция. Кажется, уже финальная миссия пошла. Исправление ошибок. С сортировками по играм какой-то косяк. Пытаюсь добавить FIFA, но ничего не получается. Исправлено. Тут все исправлено, что написано. На странице любого стрима выделена область некликабельно, скриншот. Вставить горизонтальную линию в комментариях к каналу не работает. Сбивается фильтр новостей. Сбрасываются результаты голосования при редактировании канала. Если зайти на сайт любой страницы сафари мобильного, то сайт начинает постоянно обновляться до бесконечности. Отличный баг. Прямо мне очень нравится. Это еще один метод избавления от пользователей сафари. Стримы у них лагают. Судя по всему, последнее время была ошибка, что... Просто стопорятся иногда. Как бы ничего страшного. О, давайте ледокол. Ледокол... Присядешь, расскажи, пожалуйста, по стрим-сервису что-нибудь. Ребята, впервые практически на ваших экранах за стулом бобра будет сидеть Ильдар. Ледокол. Человек ответственный и который способен в одиночку противостоять Твичу. Да что там Твичу? Ютубу? Да, Ютуб не очень. Ильдар, приветствуйте, ребята, приветствуйте. Бурные аплодисменты. У-ху! Здравствуйте, пацаны. Ну, по поводу стрим-сервиса там Миша уже, наверное, описал то, что было сделано. Хотя я видел, что он просто пропустил это все, сказал, что не все поймут. Можешь что-то тебе рассказать, да? Да, ну, в общем, была проблема. Она начал... Она зарождалась еще в прошлом году, но мы решили ее быстрым методом. Но в январе уже начала приближаться вновь. В общем, проблема была в том, что мы не могли принять большего количества трансляций, так как сервера просто перегружались из-за того, что... из-за того, что это требовало больше ресурсов и в итоге даже не в процессорных ресурсах было дело, а в скорости работы с памятью. И как бы выкручивались по-разному, но пришли к идее, то, что нужно сделать больше оригинов, нужно изменять систему, то есть адрес, на который выпускаете стримы, tmsk.goodgame.ru. За ним на самом деле не один сервер, а их множество. В общем, разбросать эту нагрузку по разным серверам. Давай, давай же. Ильич, посмотри, ты помещаешься. Помещается в камеру отлично. Да, в толстой опеке. По разным серверам эту нагрузку разбросать и реализовать систему, которая будет при достижении лимита входящих стримов будет увеличиваться. В итоге мы установили свитч, который позволил нам, у нас там на бутлеровый был сервер Blade, в котором были ну он и есть, в котором были ноды этого сервера. В общем, основная его задача была это справляться с транскодированием, но как бы это не все одновременно юзалось и часть мощностей проставила, поэтому с установкой свитча мы смогли решить эту проблему. То есть мы подключили кучу серверов, дали им внешние IP-шники и в итоге все стримеры смогли на него напрямую на эти сервера опускать и в итоге они генерировали HLS Dash, это собирается на одном сервере кеширующем и раздается на все Эджи, в итоге система масштабируется довольно просто, то есть мы можем добавить еще там хоть 10-20 серверов и это будет, то есть мы в итоге мы не упремся в этот горлышко, но там есть конечно некоторые проблемки, но это уже потом. По поводу последних проблем, я думаю рассказать что-то. последние 3 вечера, последние 3 вечера, последние 3 вечера лаги не из-за того, что система кривая, плохая и она не очень, лаги из-за того, что наш провайдер нас слегка подводит, каналы не достигают гарантированной скорости и балансировка учитывает их гарантированную скорость и она указана, но когда канал, допустим, в один день он может прокачать свои 70%, а в другой день он даже на 50% начнет лагать, то тут это учитывать очень сложно, а подключать, допустим, новые сервера вечерами в прайм-тайм это... Идея, почему бы при повышении количества проблемных пользователей на конкретном сервере не проравить конфиг-файл и не понижать лимиты сразу же? Понижал лимиты я как бы... Не вручную, а автоматически. Ну, даже если это автоматически сделать, то нагрузка, она просто так никуда не уходит. Он больше не будет давать на эльцерва. Ну, у нас... Почему лаги были? Я видел, что этот сервер начинает подлагивать, я снижал на него нагрузку, пользователи... Девятировка, да? Пользователи расходились по другим серверам и другие сервера перегружались, то есть происходил завтык. Ну, мы сейчас с этим... Сейчас с этим разбираемся, надеюсь, это все решится и как бы... Сейчас они... эти два сервера наверное в половину мощностей своих работают. По поводу еще чего. Также известна проблема о том, что у пользователей iOS и macOS, в частности браузер Safari, наблюдаются проблемы с остановкой трансляции, причем, насколько я понял, я собирал фидбэк с наших macOS, в частности, с Паши, с Витей и разработчиком iOS, я не помню, как их зовут. Спейл. Спейл, Сергей, да. Вот. Собирал, чтобы они какую-то дебаг информацию дали, но ответы были такие, что просто библиотека iOS-овская говорит. Эдди Еборочек поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Михаил, добрый вечер. Зря покрасил волосы в черный цвет. И, в общем, библиотека возвращала ошибку, вроде того, что, упс, что-то пошло не так. В общем, очень информативно и затруднительно еще то, что mac слегка закрытая система и там, как бы, тебе дают черную коробку, ты туда отправляешь плейлист и оно играет. Как оно играет, тебе непонятно. На, допустим, на том же андроиде, Windows, PC этой проблемы не наблюдалось. Там юзаются медиасource экстеншнс, которые весьма открыты и понятны. Но, в целом, есть кое-какие задумки, заметки в плане того, что, скорее всего, там, неверная сумма CRC-32. Можно вдаться в подробности, там, FLS это нарезка на короткие видеофайлы MPEG-TES, в которых есть заголовки PAD, PSY и так далее, и в конце считается сумма CRC. В итоге, возможно, она неверна, и когда iOS сталкивается с этой проблемой, оно просто затыкается и все. Ищи папку архив нет. Не найдется. Да, ее нету просто. Уже нету. По поводу еще чего рассказать. Вообще, ну, еще есть задумки. О, Ермак, здорово. Почему в Division не играешь, не фармишь? Это хорошая информация для меня. По поводу еще есть задумки того, чтобы мне сейчас не очень нравится наш фоллбек в HLS. То есть, у нас есть HTML-плеер основной, и он может играть в Dash, HLS нативно для iOS, macOS, и фоллбечиться в флеш-плеер, полноценный флеш-плеер. Почему бы не сделать так, чтобы он оставлял интерфейс HTML-пятого, но само видео проигрывая во флеш-плеере, тогда это будет унификация интерфейс, потому что разные интерфейсы для пользователей могут это неправильно да, то есть это будет проще верстать, проще, это будет лучше выглядеть. Также еще были кое-какие наработки по поводу проигрывания нативно в хроме интернет-эксплоре 11-м эдж фаерфокс и опере, чтобы там проигрывался не дэш, а HLS, то есть нативно без флеша, да, может быть в эту сторону посмотреть надо будет, но тут нужно точнее рассматривать в плане того, насколько там это повлияет на задержку, просто если нам удастся это хорошо реализовать, то можно будет отказаться в итоге от одного из протоколов доставки, один поддержать проще. Да, тут сколько стоек в цоде занимаете, это секретная информация. Сколько стоек в цоде занимаете, спрашивают. Парочку, да. Это проблема ошибка декодирования видео. Скорее всего это HTML пятый плеер и проблема с настройками стиляра? Нет, в Firefox действительно бывает такое, что он пишет ошибка декодирования видео. Это проблема с клиентской стороны. Тут нужно 44 Firefox. Так что тут как вариант откатиться на Flash, но и в дальнейшем там нужно уже с Пашей общаться по поводу того, чтобы собрать дебэк информацию по этому поводу. Такого не получится, если не решить проблему, переключать TTP или TPS? TPS не факт. Ошибка декодирования видео, это просто не смог декодировать это видео. Возможно, TTP решит, может быть, это потеря пакетов. Осталось только в суть проблемы Firefox под MacOS. MacOS странная система. Ну, как надолго? Странная операционная система. программисты, но у нас же был программист, но он уже не активен. Да. И ливнолы стопы сама не усаживая. Так. Из-за логитетического драйвера для наушников тоже крашится плеер, перезапуск драйвера помогает. Антос, напиши на support что за драйвер, что за плеер, что за система. делал драйвер. Я вижу как на support приходит. С таким-то драйвером ну, мало ли. Роутеры не циски стоят. Зачем сейчас циски покупать стуканал? Циска как бы самый дорогой по-моему из всех доступных на рынке. Джуны, хайвей, хорошие коммутаторы. циски нифига себе. Ребята, деньги на циски присылайте, будем ставить циски. Что-то еще? Давай. Так, а что-то спросить, может, хотят узнать. Да, сейчас уникальный у вас шанс, может быть, вы хотите какую-то информацию чисто технического плана выведать у ледокола, он скажет. Видимо, хотя, наверное, еще доходит сигнал. три, два. лагают стримы, Серега. Серега пишет. А, это на английском. Лагают стримы, куда писать, пиши на саппорт, присылай трассировку, присылай версию браузера, заскринь, пожалуйста, во время лагов консоль плеера, если это HTML5 плеер, то провайдер, потому что были известны проблемы на стыке провайдеров Билайна и Ростелекома. Динар, я не работаю спешь, и практически. Раньше все было в норме, но пару месяцев на прямой половине стримов игры стало сильно глючить, смотришь пару минут и стрим зависает на глухо, а другая половина стримов работает нормально, пришлось перейти на отличие. Альт-кю-кю, а ты смотришь в каком качестве в это раз премиумы поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Чомандир, спасибо за развитие киберспорта в Россиюшке, всем гг, и да, лучшие стримы у помик, конечно же. Конечно же. Расскажи, в общем, в каком качестве смотришь, каких стримеров от профита на саппорт, будем выяснять, но опять-таки, скорее всего, это проблема именно с тем, что... Либо у локального провайдера, там даже не в провайдере, мне кажется, либо это провайдер, либо это то, что я думаю, это сумма CRC неверная. Это... куча работы с этим. Уже не первый день. Робота, убийца, нах, что, но опять... не знаю. почему ГГ не учитывает стримы, в смысле, не учитывает. Что с абонентами вилайна, как мы можем на это повлиять, но мы можем... мобильные зрители не учитываются, как зрители в плеере, только в чате. мобильные зрители с приложения получается не учитываются. Не знаю. Это надо... Должно быть, мы сначала это делаем. Ну, может быть. Да, Fibonacci, я обращаю внимание, что AltQQ пишет с Apple. Так, отличная стрижка. Стрижка была год назад сделана. В смысле, человек стримил каждый день последние три дня. ГГ не засчитал ему трансляцию. То есть, статистики отмечены, будто человек не стримил вовсе. Это не ко мне. Ну, просто, не учитывая статистику Легасиозовой, тоже не ко мне. Да, вообще, по поводу того, если у вас лагает действительно трансляция, возможно, вам поможет. Фадимов, поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. здесь есть... Готику и командос ждать не раньше новой версии сайта. Да. Завтра. Смотрите, здесь есть замечательная штука бета-профиль. Заходим в бета-профиль. Ждем, пока она зайдет в бета-профиль. Так, зашло. Смотрите, здесь есть галочка использовать HTTPS соединение. Кстати, почему-то счетчик сброшено, всего активировало. Раньше было больше. 18000 было. Да, сбросилось. 1744. Сбросилось. Вот, есть использовать HTTPS соединение для плеера. Практика показала, то есть, это было сделано еще в январе, кажется, как раз, когда я был в отъезде, я был в Омске, был провайдер, единственный, доступный Yota 4G. я заметил, что стримы на ГГЭ я смотреть не могу в принципе. Ну, и как, причем, при замерах скорости, там было 20 мегабит стабильных. В итоге, провели какие-то исследования и сделали возможность доставки стримов по HTTPS, зашифрованное соединение. В итоге, это не позволяет большинству провайдеров узнавать, что за тип трафика и, соответственно, не ограничивать скорость на него. Поэтому попробуйте использовать HTTPS. Да, описание, возможно, стоит добавить, да, возможно. А можно и не стоит. А почему вы решили по умолчанию поддапс не включать? Ну, потому что мы это тестируем, это бета. Ну, вроде попытались, но какие-то проблемы возникли. Ну, там что-то на каких-то серверах конфиги не прокатились в итоге получается и некоторые пользователи просто не могли получить. То есть, это с нашей стороны исправляется? Да, ну, вроде было исправлено, то есть, я сейчас смотрю на HTTPS уже сколько времени и ни разу проблем никаких не испытывал. если бы не было проблем вообще, как печатали, или... Поэтому... То есть, можно поставить задачу, чтобы по умолчанию подсыпать? Можно попробовать, но... Как раз сегодня вечерком, в пятницу, давай? Да, как всегда, в пятницу. Локи, что было про новый сайт, можно в двух словах. О, Локи здесь. Локи, Локи, это Локи? Да, езжешь. Что было про новый сайт, можно выслать. Давай тогда, давай. Да. Локи, слушай, по новому сайту была масса просто информации, масса. Очень жаль, что ты не пришел, вот, но мы тебя хвалили, если в двух словах, в трех, а короче не получится. Слушай, а почему счетчик сбросился? 108 тысяч, HTML, плеер, или ты про какой еще? А, ах, это ТПС, да, да, там было больше. Я все пропустил. Ну, запись в любом случае будет. Давайте потихонечку переходить ко второй части трансляции из серии. Ваши замечания, идеи, пожелания оставляйте в новости. Кстати, вот, долгая загрузка сайта последние несколько дней связана с нашим замечательным антиддосом, который мы будем менять в ближайшие несколько дней даже уже. то есть встанем не за зарубежного фильтратора, а Глебовского будем использовать. Да, да, там пинги будут. Потому что сейчас если сайт попробовать открыть напрямую, скорость генерации без, ну, в чистую, 1,4 секунды. А под ддосом он загружается с нуля за 4,5. Вообще жесть. Ну, как бы, короче, сайт шустрее должен работать где-то через недельку. Там, в принципе, наши сесс-админы сказали, что там не так сложно настроить, там фактически он как прокси используется, насколько я понимаю. Запись не true, только в live true. Согласен, в записи подсунуть что-нибудь не то. Нельзя им доверять. Да, чистой воды. Сменил, год актуальный там должен быть, 16 только. Вот, если у вас есть какие-то замечания, если у вас есть какие-то идеи, милости просим вот в эту новость на главной странице. Какая разница вообще-то? Что за сообщение подобного рода? Зато смотрите, какой специалист шарящий. Все знает, все умеет. Ну, почти все. вот. И, собственно, переходим к вашим комментариям. Локи, а ты, кстати, не хочешь созвониться и свою версию по резине рассказать? Ты как ведущий разработчик, может быть, захотел бы что-то общественности донести? Мне бы интересно было бы узнать твою оценку степени общей готовности проекта и сколько понадобится, ну, хотя бы даже, если скажешь, процентную готовность. это будет достаточно для того, чтобы я хотя бы с ориентиром плюс-минус месяц сказал, когда мы можем туда пускать. И, можем ли мы сегодня авантюру совершить и дать доступ пользователям, просто сообщить логин и пароль, пусть они поиграют поиграются день-два. Ничего же там плохого не будет на резине. Вот, а пока... Нормально стоит? Там вообще виртуалка, он упадет сразу же. Я думаю, это сразу. Вот, пишет товарищ, хочется уже пощупать новую версию сайта, а не просто посмотреть. Увы, нет. О, Игорь начал трансляцию. На Goodgame точно стримит. А давайте дадим этот бета-доступ к премиуму. Опять твич так... Ай, господи, вот что, что делать? Доступ к премиуму, который надо купили, бета-версию. Еще раз не... А, доступ всем, кто... Дискриминация. Так, ну, Локи молчит, и, видимо, все. Так, огромную панель с жанрами и плакатами можно будет скрывать? Вопрос по резине, а Витя там уже ниже ответил. Да, она схлопывается при скролле вниз, и показывали даже. А свои самые важные 5 копеек сюда вставлять? И сюда скажу, все-таки будет возможность пропихнуть свой стрим в топ хотя бы за денежку. Ориентировочно нет, но последние... Я хотел с вами поделиться идеей. Так, BGG не виртуалка, он на UVH, но доступ давать смысла особо нет, нужно кроны настраивать. Ну да, там много неактуальной информации, по сути. Ну, можно было бы, конечно, сейчас хотя бы обновить на актуальную инфу, если там не так это время много занимает. Ну, ладно, как хочешь. Последнее время, я задаюсь, пытаюсь понять, каким образом... У нас же классный сайт, да, вроде как, хороший сайт, и хочется, чтобы сюда приходили новые пользователи. Вот, исходя из этого, возникают мысли, о каким образом этих пользователей привлечь. Может быть, вы в рамках стандартного там какого-то бредогенератора накидаете свои мысли на этот счет, там, товарищ, даже этого не зная, ну, не зная этой просьбы, просьбы, в 13-м комментарии много хорошего написал. Вот, у меня есть идея сделать следующим образом, сделать что-то вроде баннера, в котором отображается трансляция прямая, сделать нормальное таргетирование по тому, что, ну, по портрету пользователя и его интересам, ну, и, соответственно, переход на страницу канала. Потом по целям, по аналитике смотрим, как там себя эти пользователи ведут, есть ли какая-то конверсия, и в перспективе есть идея, если это все хотя бы там близко положительно будет, попытаться стримеру дать самостоятельный инструмент для рекламы, но не в рамках гудгейма, а на других площадках. Грубо говоря, стример там дает свои 200 рублей, выбирает, на каких площадках будет размещен этот баннер с его трансляцией и получает зрителей новых на других источниках. Ну, это как бы это, опять же, на правах бреда. Вот. Но пишите, если у вас что-то есть тоже хорошее. Так, если подписка именно на игры, как на Твиче, да, это, кстати, будет в резине, но позже идея... Вот смотрите, какая тоже интересная тема. Кстати, трансляция сейчас ровненько идёт, приятно. Пользователи хотят фильтровать контент чаще всего по игре, да, то есть, исходя из этого желания, появился фильтр по играм в селекторе на главной странице, до этого ещё появился фильтр по играм в новостях, появился фильтр в новой версии тем на форуме, и, в принципе, куда ты ни глянь, на какую страницу ни посмотри на сайте, она так или иначе имеет игровую принадлежность. Учитывая то, что у нас будет замечательная лента, в которую можно персонализированные события пользователя отправлять, мы думаем над тем, чтобы сделать страницу по игре, с актуальной информацией по этой игре, и с возможностью подписки на ту или иную игру. То есть, человек заходит, говорит, мне нравится дотка, ставит там, подписываясь на игру, и ему отображаются там интересные темы на форуме, материалы отображаются в ленте, появившиеся трансляции новые, понятно, что там должна быть какая-то настройка по разделам, но это всяко лучше и удобнее, чем вот такие вот единичные способы решения проблемы фильтрации контента по игре, которые вот мы постепенно, постепенно по запросам пользователей делаем. То есть, в идеале, конечно, нужно отказаться от всех вот этих вот локальных фильтров и прийти к фильтрации всего контента, контента на сайте по играм, для того, чтобы человеку, пользователю было удобнее мониторить потенциально интересную тему. Потому что, если, например, человек подписался на фифу, ему информацию по фифе 15 на сайте найти можно, много информации можно найти, но долго это делать. То есть, ему нужно на форум пойти, трансляции посмотреть, в записях порыться, турниры там какие-то поискать. А такой инструмент позволит... О, Илья Мэдисон начал трансляцией. Вот в ленте это Локи хулиганит. Он показывает, как в ленте появляются уведомления. То есть, вот эта лента одна из таких революционных, на мой взгляд, фичей. Она сквозная, она всегда... Ну, вы ее можете, конечно, свернуть, но у вас реально появится некий инструмент информирования для того, чтобы следить за любым контентом, который вам интересен и на него даже реагировать. То есть, вам тут ответили в теме на форуме, написали личное сообщение, вы можете там прям там попереписываться или отписаться от трансляции, если захотите. Меня даже на канал Мэдисона перевели. Но правда, стрима нет, это Локи играется, а так-то да. Вот. Поэтому страница конкретной игры с возможностью подписки на эту самую игру скорее всего в резине рано или поздно появится, потому что это, повторюсь, логичный инструмент для фильтрации контента по игровому признаку. Так, найдена багуля фича в приложении iPad, при небольшом пролаге становится трансляцией, мы в курсе этой темы, да. После никакой реакции в курсе, да. Устройство выключать, да. Это как раз Витя долго-долго по этому поводу говорил, Эльдар тоже затронул эту тему. Так. Современный пишет, можно ли сделать, чтобы всплывающие окна сами закрывались, или галку в настройках добавить, у меня 40 плюс подписок. Давно уже об этой проблеме говорили. Действительно нужно как-то уведомления скрывать по происшествию какого-то времени. Либо ты обновляешь страницу, решаешь проблему, либо у тебя вот эти вот окна, ты галочки тыкаешь, 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 не всегда попадаешь, и это бесит. Вот. Когда начнется стабильно, сайт постоянно меняется, но много, в том числе стримеров, надоело, хочется, чтобы привычные вещи не исчезли в редизайне, чтобы сайт начал улучшаться, стабильно работать с всем хорошим параметром. Да, стабильность в плане стримов это первый наш приоритет. Вот ответственный человек, он знает об этом приоритете и делает практически все, что от него зависит. Делали это уже, там была проблема, из-за этого откатили. А какая проблема? Ну, в общем-то, можно и забить на это, если честно, потому что в резине как таковых уведомлений не будет, они будут в ленте проходить. То есть они там видоизменены будут. Стримы сами открывались? Прикольно. Закрывалась, кидала на страницу. О, Зероэль, привет! Зероэль в этом месяце, конечно, гораздо более продуктивно, как и обещал, начал работать. Ага, вот именно поэтому изобилие. Ну, тогда отлично. Современные, ты уж прости, но придется потерпеть еще три месяца. Так, это по поводу, да, это не то. Когда Пекамод и панорамный режим Альте можно будет включить в настройках? Вряд ли когда-то можно будет включить по умолчанию. По поводу Пекамода, Пекамод, наверное, в настройках нового чатика можно будет эту тему врубить. Сейчас ее, кажется, нет, но даже в макетах, кажется, Витя показывал эту опцию, если мне память не изменяет. То есть в резине это будет. Пекамод как опция в чатике будет. Пекамод это отображение картины, как на Пека2TV. Вот, а панорамный режим, учитывая то, что резина, в принципе, панорамная, такая вот клевая, с чатиком только. Вот, мы даже пока кнопки не сделали, пока будет, пока без нее. Но я допускаю, что все равно будет просить убрать и главное меню сверху. Миша, да вы так, и так топ-1 по фишкам, круче любого сайта, но нестабильные. Вот, я читал этот комментарий, отличный комментарий. Сконцентрируйтесь на стабильности сервиса. Я с ним полностью согласен. Да. А по поводу новых людей нужно привлекать не пользователей, а стримеров. Помимо того, что у нас зубе убогий функционал, очень неудобств, постоянно поглещил падла, все вернулись на Twitch. На лайте стабильность, зовите стримеров, попробуйте оформить эксклюзивные права на участие в турнирах. Я передал, кстати, вот эту тему человеку, который как раз вот этим самым и занимается, и работая со стримерами, и правами на трансляции, и, кстати, 17-го числа, то бишь вчера, должен был быть созвон, но человек перенес его другой, ну там, с организацией по... В общем, да. Согласен, очень адекватный комментарий, на мой взгляд. Кусочками так можно повыдергивать, и все. Шляпа какая-то, согласен. Михаил, при выборе стрима в адресную строку добавляется автоплей, страница становится недоступной, в 7 случаях из 10, помогает удаление автоплея, строки появилась такая проблема сегодня. Очень странно. Автоплей появился уже 100 лет назад, стартует трансляцию по умолчанию, если ты перешел на нее из селектора, например, на главной странице, то есть она сразу стартует. Это к программистам к нашим надо. Но я не знаю, я не сталкивался, и первая жалоба по этому поводу. Ну, в любом случае, это была пасхалочка, но ведь она понравилась, так что будет. А, окей. По поводу пекамоды, настройки в чате. Я вот не знаю, Паша, делать задачу с такой формулировкой, что у товарища автоплей поломали что-то опять. Ну, если бы поломали, жаловалось бы значительно большее количество людей, потому что автоплей, он по дефолту у всех. нужно проверить, так ли это или локально. я же говорю, что жалобы только одна. У меня автоплей стартует адекватно. Ладно, в общем, подождем следующего комментария. Айлайар, Глори То Чумандер, хочу поднять животрепещущую тему модерации видеоконтента на ГГ, будучи ведущим кам-рипером ГГ, мне приходилось выкладывать значительное количество видео, и некоторое время спустя, после, мне довелось столкнуться с определенной трудностью с темой фильтрации видео. Работает, скажем, нейтрально, неудовлетворительно. Видео находится в статусе проверки на протяжении определенного длительного времени. В этой проблеме пользователи преимущества мои зрители. Активация видео приходилось ждать сутки или двое. Такой простой едва ли интересная тема на форуме. Это аспиранту надо передать. Он занимается проверкой видео, которые заливают пользователи. Возможно, отвечающий за это дело модератом неудовлетворительно. Не-не-не, там человек несколько раз, он всегда на связи. Так что, скорее всего, надо просто указать ему на этот недочет. Система доверия. Ладно, давай я просто аспиранты передам. Можно поехали. Автоплей не работающий, это про флэш-плеер. HTML авто запускается. А в флэш-плеере нет автоплея, насколько мне известно. Но вот как раз флэш-плеер не так давно обновлялся. Там с... Да, это тогда сходится. Спасибо, Цукер. Скорее всего, это обновление флэш-плеера. Давайте как нормальный белый человек я буду не в скайп писать, а в редмайне. Киски связанные со старой версией главной страницы еще поправятся. Нет, мы не занимаемся вообще. О чем, в общем-то, и предупреждали заранее. Господи. Так. Имеется проблема при добавлении стрима в черный список, проделав все операцию при сгрузии страниц, значок добавления в честного белый. А стрим видно в общем списке. Сначала думал, что такая проблема с определенным стримом это повторялся неоднократно. От блога вардов нет, главная страница хром, хотя это не влияет. Окей, хорошо. Вот у Яндека стримы стопаются, особенно в премиум качестве. Ну, удар об этом довольно подробно. Видимо, это сейчас добавление. 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 Так, Zeroel, я, наверное, на тебя, хотя черный список локи делал, но я не хочу его от резины отвлекать сейчас. Так что постарайся эту задачу сам сделать. А, сколько у тебя стримов в черном списке, скажи, пожалуйста. Возможно, там есть ограничения на количество трансляций, добавленных в черных список. Потому что есть люди, у которых там 250 стримов в черном списке, а там топовое значение было у кого-то. Любопытно. Да, если, если можно, уточни, пожалуйста, какая, сколько у тебя, там 500 ограничений, говорят. Ну, у него никнейм PC Boyar или Peka Boyar. То есть, вполне возможно, он подбавлял нормально. 36 всего. Вообще, это не серьезно. Я бы даже стеснялся такое число произносить. Джокер недавно был забанен в чате мне. Михаил, есть идея? Вот возьмем смертную казнь. Ой, я чувствую, к чему он говорит. Всяких привилегированных людей всегда казнили особым привилегированным способом. Там всячески без крови, по-благородному. Иногда даже гуманные все дела всякую мелочевку казнили простым доступным способом. Зачастую такая казнь всегда честилась позором. Иногда особо отличившихся привилегированных казнили низким способом, как дополнение к собственной казни. Собственно, в чем суть? Зачастую стримеры испытывают моральные терзания при необходимости забанить премиум или донатера. Чтобы его от таких терзаний избавить и тем самым повысить дисциплину народу в чатах, можно привилегированным зрителям указывать причину бана кириллицей а не привилегированным латиницей. Отлично, я сразу пропускаю, не буду дочитывать до конца. Спасибо тебе за ценный фидбэк, Джокер. Отличная идея, реализовывать не будем. Будет ли возможность донатить через плеер не рубли, хотелось бы уе, а то кросс курс кусаются? Скорее всего, нет все-таки, потому что платежные системы и кошельки, они рублевые, и там нужно будет много чего переделывать. Но кросс курс, да. Ну, я могу просто порекомендовать попробовать задонатить другим способом, возможно, там, например, если через WebMoney донатишь, там кросс курс достаточно щадящий, а вот если на карточку переводить, там, конечно, может быть серьезно все. Firefox 44 при использовании HTML 5 плеера меняется яркость стрима. Была такая тема на форуме, скорее всего, ты используешь аппаратное ускорение, при использовании аппаратного ускорения включаются в том числе и фильтры настройки видеокарты, которые, скорее всего, ты менял от дефолтных для игр или еще для чего-то, поэтому зайди там в NVIDIA Control Panel, скорее всего, у тебя NVIDIA карточка, и восстанови значение по умолчанию, или там яркость под крути, либо, если у тебя флеш-плеер, убери галочку использовать аппаратное ускорение, но картинка засвечена как раз из-за того, что стоят отличные от стандарта, стандартных настройки воспроизведения видео на твоей видеокарте. Не использует аппаратное ускорение. Вот что тогда в таком случае делать? Человек не использует аппаратное ускорение. Не использует аппаратное ускорение. А у него картинка светлая. Я использовал 5 плеер. Да, скорее всего. Какой у тебя плеер? Скажи, пожалуйста, Night Warren. По умолчанию. С 43-го еще по умолчанию. Как он использует его? Сейчас мы узнаем. Не знаю, где эти ускорение. Так, пофиксили там тему с... А, у него 518 стримов в черном списке. HTML плеер он использует. А почему он нам собрал тогда этот товарищ? Тот человек, который написал 36. У него 518 стримов в черном списке. Давайте его забаним. А давайте его забаним. Ну так, просто ради прикола. Я вот подозревал, я прям даже по никнейму иногда знаю, как себе человек потенциально может повести. Баним, баним. Все отлично. И главное, ладно бы он сказал, как бы, ну, 518. Я бы сказал тогда, нет ли у нас ограничений? Локи говорит, 500. Вот, поэтому ошибка. Так он же сказал 36, понимаете, собака. Так, ладно. А, Ворон, Firefox 44, использование HTML 5 плеера. Ну тогда у тебя включено аппаратное ускорение, в самом браузере оно включено, понимаешь? По умолчанию с 43 версии, насколько я помню, Firefox включается аппаратное ускорение. То есть, ты об этом не знаешь, но оно включено. Попробуй выключение аппаратного ускорения Firefox 44. Вот, Firefox вызывает загрузку процессора. Обновите драйверы своей видеокарты. Обновление до последней версии, плагины, проверка аппаратного ускорения. Ну, короче говоря, гугление тебе поможет. Я помню, галочка там где-то стоит в настройках. Этот лист, да, 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 да. Такая же проблема на HTML 5 плеере Firefox 34 35. Дрова не трогал. Дрова не трогал человек. Картинка высветляется. Вот так вот. Спросите, у пацана картинка светлая все время или когда интерфейс скрыт, картинка нормальная? Я там в любом случае. Я видел скрины на форуме, что фуллскрин, что просто в плеере. Поэтому вот как такие проблемы фиксить. Представляешь, сколько проблем будет, когда мы начнем аппаратное ускорение выключать? Да, и будет жаловаться на то, что картинка неплавная и лагает. Ну, в пароме есть HTML5 плеера услышан у всех по умолчанию, поэтому кажется, тоже запутись на HTML5. Какие стримы у тебя вызбраны? Вот. Так, Грей 5. А администрация слушать людей и решать проблемы? Нет, это мы делаем вид только. Мы так, мы любим просто пообщаться. И FIVA раздает, да. Так, а как можно вообще тогда? Как можно, как можно? Как можно? Надо экспериментировать. Надо, наверное, Firefox попользоваться и посмотреть, посравнивать, потому что у меня картинка не светлая. Давай попробуем. отблок скрывает рекламный фон на сайте. Что делать? Теперь у меня синие поля по экрану. Ваши сайт не на 1920. Ну, я могу тебе порекомендовать подписаться на прем, тогда тебе не нужно пользоваться отблоком. Да, и в общем-то, когда ты говоришь, что ты используешь отблок на сайте, сейчас посмотрим, конечно, по профилю у тебя, может, у тебя история такая, ты стримеров поддерживаешь, там, премиум подписываешься регулярно. Я допускаю вполне этот вариант. Но, господи, как же мне долго сайт грузится, надо от этого додоса добавляться. Я сегодня уже написал нашим двум администратором системным. Сейчас посмотрим, секундочку. Поймите одну простую вещь. Сайт, он же, ну, на нем же люди работают, вкладывают усилия, тратят время для того, чтобы он там развивался и соответственно, нужно каким-то образом зарабатывать ресурсы. не, он подписывался, он подписался на один канал в 2014 году. ну, да, поэтому, поэтому, поймите правильно, надо, если тебе пишет товарищ, который говорит, здравствуйте, я использую от блог, сделайте мне, пожалуйста, две фичи, вот такие, вот такие, вот, мне просто не очень удобно сейчас разговаривать, вот, поэтому я вернусь, как бы проверю. естественно, не хочется подобные вещи реализовывать, потому что таких людей, ладно, не важно. Так, с плеером, что делаем, что делаем с плеером? Есть у Firefox? Есть у Firefox? Firefox есть? Устанавливаем. Устанавливаем. Короче, посмотрим сейчас, потестируем. Возможно, это 50 лет на санктиву от всех возникает. Да, может быть. Мизио-каточка там, не знаю, вы не верите, он или вообще не долг. Миша, сделайте, если не сложно, таймер для сообщения в чате, чтобы было, типа, конкрет, и все никак не умирает. Есть опция в обновленной версии чата повторения Message of the Day, если я правильно понимаю. Но если ты говоришь о каком-то таймере, чтобы твое сообщение спамилось в чат, это вряд ли. Я думаю, другим пользователям это будет не очень приятно. В конечном счете, они начнут тоже ставить свои таймеры на сообщение и пойдет пека по кд каждые там 15 секунд и чат превратится в нечто. А вот как инструмент для стримера, для того, чтобы периодически напоминать зрителям, информировать о наиболее важной информации, это как раз фича уже в резине, ну, по крайней мере, на верстке она есть. Описание под стримом бы растянуть на весь экран, а то между чатом... Так, описание под стримом растянуть на весь экран, а то между чатом и описанием пустая полоса. Да, Витя говорил, отвечал на этот вопрос, там уже под другие разрешения поменяется немножко верстка по блокам. Приветствуем, Чумандр. Небольшие проблемы с рекламатерием. Показывается два раза подряд. Эта платформа так делает. Кстати, у нас не совпадают показы платформы по сверке за прошлый месяц. Причем не совпадают так сильно. В минус? Нет, в... Нет, мы... мы не потеряем. Но там где-то процентов на 15 не совпадает. Но у них объемы там все равно как бы фиговые что-то стали. А мне говорят, надо платить данные по всему рекламодателю и плачь. Так вот по платформу... Ладно, да, я заполню потом. Не, и они задают там еще кто у нас вообще в принципе показывает, почему это все литерировать. Ну да. А там и добавились только эти VM у них за 3 месяца вообще копье. Ну, да, надо. Надо. Короче, то, что реклама может показываться не один, а два раза, это норма, как сказала бы Малышева. То есть, действительно, ключевое агентство... стандарт ВАЗ-3.0 это и фокус. Стандарт ВАЗ-3.0, понимаете? Стандарт. Когда рекламодатель может показывать более одного ролика. Первая реклама спокойно закрывается на 5 секунд, вторая нет, из-за чего приходится 20-60 секунд заждать опера хром. А вот это уже не очень хорошо. А контролы у нас в рекламе платформы свои или их? Вроде их. Вроде их. Да. То есть, им надо писать. Окей, я тогда добавлю в задачу написать товарищам платформ, что у них вот такая вот хрень. А ты попробуй залогиниться, он тебе по умолчанию может флеш вообще еще подсовывать. Да, нет. Сейчас я добавлю быстренько. А пока не прогрузилось, ты видишь, что там в начале для меня? Нифига себе. Он с СВГшки не может адекватно видеть. Это классно. Видите, это надо видеть просто. Мы как раз сейчас думаем над тем, чтобы сделать вместе с новым сайтом внести изменения в логотип. И это просто революция. Как бы это показать-то, господи. Надо скринить. Да, надо скринить. Сейчас Ильдар скинет, я думаю, ссылочку и пришлет. Витя понравится. Можно ли зафиксировать ширину окна выброс смайлов? Можно ли зафиксировать ширину окна выброс смайлов или изменить способ их отображения? Сейчас положение смайлов меняется в зависимости от ширины окна. Сейчас не получается быстро найти нужный смайлик, что неудобно. Согласен. Кстати, да. То есть, он же тут по... Ну, уменьшается, насколько я понимаю, да? А при увеличении остается в фиксированном положении. Ну, как ты их зафиксируешь? Вот реально, если... Они изменяются только при уменьшении от стандарта. То есть, они в любом случае будут... Не представляю. Новые лого сейчас посмотрим. Давай-да-да. Господи. Да, логотип в векторе, но почему-то в SVG как-то... Классно. Вить, ты это видишь? Похоже на надпись в таких... Да-да-да, это из второго варкрафта там тоже такие начертания были. Классно. Клево, клево. Все, ждите в новой версии сайта. Липсум. Я не знаю, каким образом зафиксировать ширину окна выбора смайлов. То есть, если ты меняешь ширину окна, то как бы окошку с селектором деваться-то некуда. По-любому. Так, Джокер написал еще один комментарий, точнее там 12 пунктов. Вообще очень непродуктивно, старающаяся трансляция идет, всего там три задачи. Помощник стримера может в чате удалить сообщение от стримера. Непорядок, почему нет? Стример назначил, пожалуйста, если что, снимет права и все. Мелочь, пустая строка между базовыми функциями. При нажатии на ник в чатике особо функции модеров помощника все еще кликабельно, хотя не делают ничего. Мелочь. Опять же, это все уйдет и добавятся новые ошибки при переходе на новую версию сайта. Можно добавить в чат функцию скрыть месседж овтедей. Сообщение порой громоздкое, если его в экс-чеме, например, часто меняют, постоянно живому общению мешают в чатике. Нет, это важная информация, и сам стример определяет, что там писать, в каком объеме. И PikaMod неплохо бы, во-первых, иметь возможность выключать без перезагрузки страницы, это в настройках, да. Во-вторых, сделать общим для всех стримов, каждый раз включается, задалбывает. Скорее всего, да, это будет... Давайте я запишу, чтобы настройка PikaMod, скорее всего, ее не надо будет включать во всех разных... Так, это же не по старому сайту, это уже по резине. Делать не для каждого канала в отдельности, а для всех каналов. В Макете уже есть. Я понимаю, ведь тут вопрос не того есть или не есть, а вопрос логики этой функции, что она должна действовать на все каналы, а не на один конкретный. Ты, кстати, его забанил на 30 дней вчера, я в курсе. Я помню, кого баню, и после трансляции очень сильно по этому поводу переживаю. Иногда даже не сплю. Нет, не было такого. Не знаю, чего глюк сегодня утром обнаружил у себя в игнор-листе в чате твоего стрима троих глазами мною невиденных пользователей. Конечно. Это сестра или кот? Порой стример неудачно пристраивает чат к стриму, и он закрывает часть экрана. Неплохо будет сделать чат в окне, совместимый с фуллскрином, чтобы каждый зритель мог, во-первых, сам настраивать положение чата. Это нереально абсолютно. Стример ставит чат таким образом, что он находится в видеопотоке. В видеопоток мы трогать не можем никаким макаром. Мы можем чат выводить поверх стрима в HTML версии плеера. И такая возможность теоретически есть, в отличие от Flash версии плеера. Но пока острой потребности такой нет. Неплохо бы пекомоднутые гифки автоматически уменьшать до адекватных размеров. Какой размер считать адекватным? Любопытно. Но, скорее всего, когда пекомод станет повсеместно на гейме. Пека сначала захватила, сейчас еще пекомод. Мы стараемся, конечно, не упускать интересных идей. Все-таки там и инвестиции хорошие в чате были, и сайт тоже. Поэтому, если что-то есть толковое, естественно, мы будем присматривать и по возможности внедрять как-то гармонично. Как только он появится, в связи с этим и возникнут... Потом прайм-тайм. Реал-стримы. Да, да, да. Ледок образа сбивает. Я вижу его сообщение. Смотрю, он справа печатает довольный. Вот. Как только эти картинки появятся на всех каналах, сразу станет понятно, что с ними не так, и как их можно там уменьшать, увеличивать. Нельзя просто взять и починить поисковик на ГГБРОМИРОВ. Смешно. Отлично. Я добавил себе на канал комментарий сообщение, удалил теперь минус один. Не занимайся ерундой. Можно книгу пользоваться? Сначала человек добавил к себе на канал комментарий, потом передумал, удалил, потом он его, может быть, плюсанул, минусанул, передумал, восстановил, отредактировал. Просто забей. Минус один – это тебе минус, что вот ты такой непостоянный. Можно книгу пользователя переписывать количество человек, которые добавили его в игнор-лист, позволить сразу оценивать, стоит ли с человеком продолжать диалог. Это вопрос, конечно, к профилю, но это какая-то негативная вещь в игнор-лист. Скорее, с репутацией как-то нужно. Ну, в общем, тут нет, тоже нет. Прикольно говорить «нет». Неплохо было бы добавить возможность накладывать на свой стрим какой-нибудь аудио ресурсами сайта. Понятно. Предатор DMK, говорит Михаил, есть фан-предложение по сайту. Идея проста – дать Косепорам выбор на FIVU. К примеру, стример хочет дать FIVU на 10 дней. За спойлер всплывает Бобра Судья, дает 30 секунд времени. Понятно. Майкер. Такой вопрос. Есть провайдер Новотелеком, прямой кабель. Все идеально работает, 60 мегабит. Есть Ростелеком оптоволокно через роутер, там 100 мегабит лагает и лагает. В чем может быть проблема при подключении роутера на спид-тест показывает до Европы 10 мегабит? Ну, во-первых, мерить надо не до Европы, а до Москвы. Второе – прямой. А, а это через роутер. Аптоволокно, конечно, в домашний комп не загонишь. Ростелекомовский роутер оптический. Лагает на нем стримы человека. Галочку на HTTPS. Первое, что. Ну, вряд ли он режет трафик. Ну, что это может быть? А где живет? Неизвестно, да? Ну, можно посмотреть, конечно, по айпишнику, где живет. Но я думаю, что у него оптика роста Телеком, как бы он, скорее всего, где-то ближе к центру. А Новотелеком – это чье, в общем? Ну, нужно смотреть трассу. Может, это на Нижний Новгород какой-нибудь? Тут же сегодня Ростелеком вроде днем в Данил Трафик. Через Европу, да. Причем они так косячат. Да, было бы проще, конечно, знать Новосибирск. А в Новосибирск у нас раздающий не раздает? Сиденовский. Но его можно подключить, да, насколько я помню? Можно подключить, но не нужно. Ну, да. Все равно же маршруты Ростелекомовские, как бы, там их каналы. Можно посмотреть маршруты? Да, да. Короче, то же самое, что Эльдар говорил в прошлый раз. Трассировочку бы увидеть. Да. Трассировку хлс.goodgame.ru И на саппорт собака.goodgame.ru Будем смотреть, где за втык. Ну, и еще попробовать галочку сменить, там, на дурку. В бета-профильных от ТПС. Вдруг где-то режется. Ну, странно, что, как бы, сам Ростелеком лагает, учитывая то, что у нас основные мощности стоят в Ростелекоме. И такого быть не должно. Плюс, когда мы гоняли трафик между Москвой и Новосибом, там прокачивалось-то хорошо. Ну, там ОКУ выкручивалось. Ну, то, что Ростелеком лагает в Ростелеком. Ну, да. Поэтому там гигабиты ходили, понимаете? Поэтому, скорее всего, у них с каналами магистральными должно быть нормально все. Может быть, на самом деле с роутером проблемы. Ну, они же дефолтные. Он ничего с роутером не сделает, я думаю, со своим. Ну, а Ростелеком не опускать, они обновлены. Ну, конечно, еще Ростелеком поддержку звонить. Это вообще отлично. Если они с корпоративными клиентами так работают. Но пользователям, наверное, вообще наплевать. У пользователей видел такой пасты в личном кабинете? Ну, пользователи, да, красивые. Он работает каждый день? Да. Даже ночью? Да. Да, может быть, там у вас лучше ситуация. В общем, у Берион нужна трассировка для начала. Недавно со звездочкой начал ходить и чувствуется пустота на месте баннера в шапке. Уж слишком много черного пространства. Ничем эту пустоту не заполнить, видимо, товарищу Лемео. Да, я могу только посочувствовать. Как создательный пользователь АГГ отключал отбок, но реклама в Арстандер раздражает. Мало того, что ее пропускать нельзя, она сама сворачивает через какой-то промежуток времени. А звук у нее проскакивает до максимума. Пофиксите. Нет, только в поддержке парадной страницы. У тебя там дискретной карточки нет, он может, в принципе, не... Нет, так, здесь АПУ стоит. АПУ это не дискретный. Ну, я знаю, но это АПУ. Понятно. Реклама в Арстандер раздражает человека, да? Самая большая проблема сейчас понять вообще, какой агентствует дает сейчас рекламу в Арстандере. И пытаться с ними разбираться. Ну, звук громкий. Может быть, в общем, звук погибали? Там же еще агентства добавлялись, может быть, с ними проблемы. Я не знаю, как... Короче, а флешеру передам, он за рекламный модуль отвечает. Ой. С этой рекламой вечной проблемой. Есть замечание. Разрешение 1280-1024. Chrome, винда, при применении настройки «Прикрепить меню» правая верхняя выходит за пределы экрана. Ну, да, потому что под такую ширину оно не помещается, к сожалению. В резине, кстати, на один пункт меню, кажется, меньше будет. Или как... А, или там подрезано будет. Ну, короче, в резине под 1024 можно будет уже... Нормально все помещаться будет. Так что... Просто потерпите, пожалуйста. Джей говорит, привет. Моя основная игра для стрима мобильная, соответственно, и зритель меня смотрит с мобилового планшета. Почему они не учитываются как зрители в плеере? Вот. И появятся ли смайлы в приложении для яблочных планшетов? А вроде уже в айфоновском приложении, видите, демонстрировал сегодня, для подписчиков появятся соответствующие смайлы. То есть, если вы на сайте приобрели тот или иной премиум, получили как следствие какие-то смайлики, то в приложении они как раз будут актуальны. А по поводу того, что не учитываются как зрители в плеерах, эту задачу надо решать, наверное, совместно. А какое приложение? В смысле, какая платформа? Джей, если ты на связи, скажи, пожалуйста, речь об андроиде или айпаде? Там беда не в War Thunder, а в том, что реклама сворачивается, а звук остается. Спасибо, Ли Мио, что разъяснил рекламу на 10 минут и более. Вообще жесть. Это, видимо, какое-то наше новое агентство клевое. Мне кажется, надо отключить вот этих вот левых новых, которые типа ресейпят гугловскую. У них объема мало. И вот, кажется, от них вот эта хрень идет. Да-да-да-да-да, и там как раз вот эти вот длинные ролики могут быть. Давай тогда отключим их. Ты сможешь или Саше написать? Саша, пожалуйста, мне подругой послушать. А как они назывались? Помнишь? Я помню, у меня ссылка есть, VM Group, но какие-то они... Ой, господи. Сейчас. Life Rail, да? Life Rail, это... Они-они... Они-они... Да, ну, в общем, Саша знает их. Он с ними в конфе. Видите как, уважаемые, ради вас просто берем и отключаем подключенное агентство с рекламой. Ой, ё-про-си-тем. Нам только сделать так, чтобы через пару недель, если проблема не уйдет, их вернуть. Но, скорее всего, это они. Господи, как я смотрю, и тут проект открыл. Вот, вот. Гады. У меня в часике иногда не показывается полоска, где писать. Бывает, кресолит. Не переживай по этому поводу. Это такой фильтр своеобразный. С включенным отблоком кнопка покупки премиум не нажимается. Скорее всего, у тебя не только включен отблок. Или ты пробовал включать и выключать. И какая версия отблока? Там их пачка целая. Dead Night Tiger. Если ты еще слышишь, уточни, пожалуйста. Ты пробовал именно отблок включить-выключить? Если да, то какая версия отблока у тебя? Чтобы мы проверили. Про коммент так и не прочитала. Что про коммент? Витя. Ну, ты же взрослый человек. Какой коммент? Можно было сразу сообщение написать. Ага, пробовался, выключено, нажимается. Ну, тогда осталась только версия отблока. А вот тут, видите, у отблокера здоровая жжи. И я про зрителей... Про зрителей я писал выше. С айпада зрители учитываются. А, да, да, да. Да, то есть проблема в андроиде. Ублок ориджин. Спасибо, что используете отблоки. Прям от души. Низкий приоритет. В конце концов, можно же выключить отблок, приобрести премиум и включить отблок. Это такая... Короче, zero или не приоритетная задача. Ну, если там по времени будет не очень критично, то надо сделать. Да, такая... Такой странный репорт бага. Хотелось бы стабильности. А также, если по мелочи, можно сделать закрытие вкладки качества премиум высокие средние. Кликом... Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Можно ли сделать закрытие вкладки качества кликом вне кнопки настройки? В смысле? Ну, это, видимо, в плеере. А, да. Видишь, в шестеренке. Просто щелчком по окну трансляции. Да, кстати, хорошая тема. Это вроде как у нас и в том, и в другом плеере так он себя ведет. Ну, по-хорошему, да. Если пользователь кликает вне этого выпадающего списка с качествами, по идее, должно происходить закрывание этого списка. У самого вот блок стоит. Но я добавил goodgame в исключение. У тебя глаз один косит или такой ракурс? Я не знаю. Вроде я... Нет. Хотя, может быть, я давно не проверялся. Витя, по плееру, по вот такому поведению, клик мимо, может, в хэтмейл плеере просто сделать? Там вообще это элементарно должны фикситься. Просто я не хочу сейчас флешеру еще такие задачи давать. Он с модулями будет разбираться сейчас несколько дней. Я хочу сделать так, чтобы весь контур всегда оставался на html, а в полбэк был просто... Ну а что тебе нужно для этого, чтобы это реализовать? Ну, мне нужно? Да. Ну, если я буду этим заниматься, то хорошо. А тут просто, как мы вставляем рекламные модули, так же просто и вставлять там флеш, который будет проигрывать видео. А controls к нему будет через экстерную интерфейс обращаться. Ну, короче, в хэтмейл плеере для начала эту фишку сделаем, а потом мы, если что, запакуем туда флеш, да? Да, тогда у нас будет единственный пост флеш, на интерфейс обращаться. Окей, хорошо. В хэтмейл плеере, если открыт список выбора качества трансляции, то необходимо его закрывать при клике на любую свободную область. Так, а хэтмейл плеер – это, наверное, клоки. Клоки. Клоки, клоки, клоки. Окей. Так, если, повторюсь, для тех, кто недавно присоединился, 666 человек в чатике, если у вас есть какие-то идеи интересные, пожелания, замечания, оставляйте, пожалуйста, фидбэк не в чатике, а в комментариях. Сейчас как раз идет уже такая заключительная часть трансляции, попытка сформировать какие-то полезные задачи, исходя из вашего фидбэка, ваших замечаний. Когда будут полеты акулы на ракете? Будет ли нормальное подключение аккаунтов с текущей статистикой? Пока не планируется. Мы интеграцию аккаунтов делали главным образом для того, чтобы простить процесс проведения турниров. Для того, чтобы, связав игровой аккаунт с твоим аккаунтом на сайте, было проще и судье, и твоему противнику посмотреть и найти тебя, там, по никнейму и по метке, в частности, посмотреть на твою лигу, там, какую-то. Но расширенной статистики не планируется пока что. Бомбит. Название трансляции поменять. И указывание, что делать. По поводу новичков. Почему бы просто им не выдавать временный буст не слишком большой, чтобы тогда могут создавать новые, ну, хотя, чтобы оказаться в топе, а просто где-то посередине. Можно было сделать отдельную категорию новички, в которой стример автоматически находился некоторое время. Это, кстати, хорошая идея, потому что аргумент, который я хотел высказать из серии, тогда будут создавать каналы после неудавшегося буста, будет не очень актуальным, потому что, ну, он же прикрепляет плееры, он же набирает подписчиков. Ему отказываться даже от слабораскрученного канала в пользу какого-то буста будет не очень выгодно. Поэтому, может быть, стоит новичкам действительно давать какой-то буст на какое-то время. Может быть, даже давать им только после того, как он сам этого захочет. Ну, к примеру, человек начинает делать стрим, явно у него какие-то там проблемы, он пока тестирует, тестирует, настраивает, может быть, проведет он даже серию трансляций, а после этого там нажимает, условно говоря, на кнопку, и его там на несколько часов. Может, по времени просто каждого выйдет это все дело. Ну, да, да, да. Ты можешь допустим, вывести на полчаса и подключить это дело. Ну, да. Если это автоматически просто будет делаться, представь, сколько трэша будет. Ну, да. Люди только-только стартанули стрима, у них сразу буст. Они, может, про этот буст толком не знают, не слыхали, не слыхали. А на трансляции у них трэш творится, они там тестируют. Короче, если это и делать, то по какой-то кнопке. Это, кстати, хорошо сочетается с будущим промоушеном, то есть с выведением стрима куда-то за пределы сайта в ограниченном экземпляре. Вот, ну, идея хорошая. Спасибо, Рутоним, большое за ее, за нее. В любом случае, запомнили. Я все про тот же многострадальный опечатай. Зероэль обещал, что вот-вот месяца два назад зерыч. Дайте на каверу Зероэль. Обожаю с Зероэлем общаться в этом. Есть ли у тебя возможность созвониться? Так, не спрашиваем, звоним. Ох, сейчас, сейчас будет. На зерыче сейчас лежит серьезная задача поддержки старого сайта. Здравствуйте. Так, и дисконнект сразу же. Пытаемся восстановить связь. Алло. 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 Ты меня слышишь? Уже, да, здравствуй. Я говорю, я не виноват. Это все наговор. Ну, давай по фактам. Два месяца назад обещал? Что я обещал? Начну с этого. Сейчас Рутони еще добавим. Вообще будет отлично. Ты же знаешь, что Рутони, товарищ, как бы он уже... Ну, я сказал, что мы попробуем что-то сделать с API. Недавно я залез в исходники API, смотрю, что там вроде бы как есть что-то связанное с ключами. Значит, что-то другое добавлял. Почему этого нет в документации API? Я не знаю. Не я занимался пока API. Если надо будет заняться, окей, хорошо, я займусь этим. Но мне надо будет с нуля, по сути, изучать, что там за система. Хотя... Кто там снимался? Евгений, по-моему. Евгений. Ему большой респект, он документировал хоть и все. Угу. О, а вот и Рутони, здравствуйте. Здравствуйте. Я буду больше слушать, Саша, позвони. Расскажите, что как было. Да, суть в чем заключается, что текущий чат, он как бы работает все достаточно хорошо, но есть некоторые проблемы по API. Конкретно там меня волнуют проблемы, что получить какую-то информацию, например, по подписчикам, там, донату, либо премиум достаточно трудно. Насколько легко я знаю, кто-то там, либо Ледокол, либо Локи, кто-то вот из них двоих, они добавили там какую-то заплаточку, чтобы можно было там, соответственно, получать информацию по премиуму и по донату в обход чати. Со временем это дело перенесли уже непосредственно, как бы, в рабочий чат. Сейчас эта информация присутствует. Ну, то есть, раньше, например, только стример видел, что вот приходила информация, точнее, что человеку задонатили, да, там, либо подписались на его канал. Теперь это все видят зрители, ну, то есть, те, кто в чате находится. Вот. А по фолловерам, по бесплатным подписчикам, ну, просто подписчики, да, эта информация, она вот как была в API находилась, так и находится. В итоге, получается, чтобы получить эту информацию, приходится делать запрос к серверу API, получать некий список, через какое-то время опять к нему обращаться и сравнивать вот эти вот эти списки. Собственно, я понимаю, что чатом моим пользуется достаточно большое количество стримеров, да, это какая-то нагрузка сразу же создается на API сервер. Плюс просто банально неудобно получать эту информацию. Вот. Собственно, у меня вот только поэтому замечание, что вот хотелось бы информацию по подписчикам как-то более проще получать. Прошу прощения, задача, которая была, задевает им импликт, грант, это от вас же было в прошлый раз, да, заявка? Нет? Не оно, да? Вот. Не от вас случайно. Ну, по поводу токенов там есть некоторые проблемы, но меня она как бы не касается, ну, не затрагивает, то есть у меня с ними не возникает никаких проблем. Ясно. А можно для дураков, чтобы задачу хорошую человеческую сделать, чего не хватает, то есть чтобы получать информацию актуальную по подписчикам, приходится делать два запроса и сравнивать, да, насколько я понял, из того, что… Просто есть банальный, очень простой вариант. Добавьте сообщения о новых подписчиках в поток с чата. Все, этого будет более чем достаточно. Не надо забыть никаких запросов копить, делать. Все. Зерыч, ты сможешь? Ну, я… Или на Евгению поставить? Нет, ставь на меня, я так и так в чат скоро полезу, в серверную чат. Будь осторожен. Да ладно, что, ты не знаешь, как я работаю. Поэтому я и говорю. Нет, я там просто будет очень много… Ну, не то, что много, там есть задачи, которые уже назрели по чату. Я буду разбираться, я добавлю вот то, что руки не просят. Вот, ну, когда идет follow, нажимают на сердечко, чтобы это отдавалось через чат, а не через API, который у нас сейчас. Старый API. Непонятно, то ли там подвисает что-то, то ли не проходит что-то, то ли ключ какой-то невалидный становится. А вообще, по-хорошему, надо все вот эти внешние приложения, программы и так далее переводить уже на вторую версию API. Ну, это надо бы, надо бы когда-нибудь. Есть ли еще какие-то проблемы по… такие важные… Наверное, важных каких-то проблем все-таки нету. Я просто говорю, пользователи уже замордовали. У меня… их не такое большое количество, да, там, близится примерно к тысяче. Вот, и, соответственно, там, у две трети – это пользователи гудгейма, и просто практически каждый второй жалуется на вот этих подписчиков, что информацию никак не получить, она там плохо работает. Понятно. А я, как бы, с своей стороны ничего сделать не могу. Ну, да, да. Ну, ясно. Задача есть. Спасибо за информацию. Я тогда вешаю, а ZeroEle оставлю, если можно. Да, давайте, удачи. Спасибо. Ну, как у тебя дела? Расскажи что-нибудь интересное. Сейчас вот реализовываю новую задачу от Вити, которую он попросил. С кнопочкой. Кнопка уже есть, могу показать, как она выглядит. Да, мы показывали макеты, все в порядке. Она уже, как бы, на тестовом моей локальной версии. Вот, селектор смайликов. Не селектор, там, по смайлам новая фича, которую Витя предложил. Она в тестовом режиме сейчас, что-то там не прошло на проде. Это, то есть, мы заливаем смайлик анимированный, и не надо заливать статичную версию. Сайт сам статичную версию подтянет. Из какого кадра? Из первого? Нет, мы выбираем середину. Так, окей. Вот. Потом, из того, что вот было решено недавно, по рекламе, вот, по баннерам, что премиум пользователя теперь видит родной черный фон. Вот. Пару проблем, которые сейчас со стрим-селектором будут решаться сегодня-завтра. Вроде решил проблему с инпутами в турнирах. Завтра турнир у нас по хард-тому. Будем его краски проверять на зайцах, тренироваться. Вот. По чату там какие-то были мелкие фиксы, но там совсем мелочь. Вот. Ну, вот так вот что-то было сделано. Статистики тебе пригодились, которые я делал? Более-менее. Там надо по пользователям переделать, потому что у меня больше... Нет, пока ничего не нужно. Я, в общем-то, увидел то, что хотел. Хочу брендирование назад. Ледокол, я уже думал над тем, чтобы прям захардкорить айдишники людей, которые должны брендирование опять видеть, потому что там писали мне, говорят, я все прощу, там горы железные, хочу обратно баннеры, брендирование. Да, решили рекламу. Ну, пообщайся, Миша, сейчас с ледоколом на тему рестримов, которые мы обсуждали в Москве, чтобы давать рестримы на разные службы в разных качествах. Да, это назабей. Ну, как хочешь. Не важно. Это действительно пока не столь критично. Но есть более приоритетные просто по стрим-сервису задачи. Нет, мы это и сейчас можем давать. Ну, вручную только. Я к тому, что интерфейса нет. Можно немножко переделать. Ну, большинству это не нужно, поэтому... Спасибо тебе за все. Давай в мочи, поддерживай старенький сайт. Куда же мы без него. Да, да. Пока. Давай. Так, следующий комментарий. Настроены два рестрима. Один на твиче, на ютуб. Рестрим на твиче часто отваливается. На какой IP делать трассировку? От тебя никакой трассировки не нужно, если от тебя дропов на goodgame при этом не идет. Но если отваливается на твиче, рекомендую просто проверить рекомендуемые настройки. Вполне возможно, отваливается из-за неправильных настроек. На странице канала, когда ты запускаешь трансляцию, у тебя в случае неверных настроек отображается окошко. Типа, проверьте настройки стрима, который тебя отправляет на страницу в разделе помощь. Рекомендуемые настройки трансляции. Вот. Коннект от нас до твича и до ютуба очень хороший. И проблемы, как правило, связаны не с тем, что там интернет плохой от провайдера до... Да, чаще всего просто обрубают из-за того, что твой поток как бы не очень. Поэтому проверь свой поток. Добрый день суток. Михаил познакомился нечаянно. Думаю, комментарий в варкрафт на ютубе. Смотрел часть приложения в видео. Потом договорился к goodgame. Думаю, стоило бы провести работу над более явным нахождением goodgame при знакомстве с твоим видео. Первое, что приходит в голову, это разработка ютуб-канала и его продвижение. Зачем здесь ссылка на сайт goodgame. К сожалению, статистические данные, насколько это будет эффективно... Я думаю, я представляю, насколько это будет эффективно. Это будет не очень эффективно. Тем более, что и так есть goodgame-овских каналов, которым занимается аспирант. Там значительная часть видеоматериала, в том числе и от меня. И там как раз ссылок очень много на goodgame в описании. И, в общем, я хотел другого масштаба. Ну, я понял, да. Второе, хотелось бы предложить создать небольшое интро-сайто. Например, заходишь на сайт, во весь экран показывается... Обожаю, когда заходишь на сайт, и тебе на весь экран показывается ролик. Просто сразу на этот сайт забиваем тут же. Еще если со звуком, вообще класс. Погромче, погромче. Так что пробирал с басами. Скример еще какой-нибудь. Первое знакомство в сайте. Ну, презентация какая-то, может быть, и должна быть. Но я думаю, что информацию нужно подавать как-то по-другому. А не как видео на весь экран при старте. Я бы испугался. Увидев огромную пеку или бобра, например. Своебразная визитная карточка. Это да. Политики развития. Следует подумать на политика приманивая стримов на goodgame. В основном, если вы влюбляете в контент стримера, самого согласен. По своему ощущению, скажу, ассоциируется с Рухабом, Вилатом, Каспером, Гудхантом. Ну да, там контента дотерского огромное количество. То же самое с ощущением событий. Сложилось мнение, что кроме событий наблюдать на Твиче. Бывает такое, они перекупают. Да, есть такое. В заключении, как голос из чата. Многие люди испытывают очень сильные эмоции, когда из-за человека с ним общаются. Предложилось за все привычки между фирмами делать перерыв. Это да. Но мне больше нравится играть в Warcraft, чем читать смайлики краба по результату. Подведем итоги. Работный YouTube-канал согласен и ведется. Визитная карточка сомнительна. Привычка общаться с чатом – это да. Это взаимодействие стримера и зрителя. Первое пробное размышление. Спасибо большое за фидбэк. Он во многом согласуется с тем, о чем я думал. Рудимба пишет. Добрый вечер. Вопрос по поводу чата. На данный момент иконки чата сделаны через шрифты по понятным причинам. Да. Это приводит к загрузке достаточно большого файла с этими иконками. Также при изменении этого файла с большой вероятностью будет меняться икс. Будет ли схема работы иконок меняться? Ну, это вопрос, конечно, в первую очередь Локи и Вити. Насколько я понимаю, это такой принципиальный вопрос с ксс-иконками, на которые целенаправленно пришли, чтобы они одинаково хорошо смотрелись в разных размерах, на разных устройствах. Потому что все-таки они векторные и это стандарт. Другой вопрос. Есть ли возможность оптимизировать и не подгружать, например, полностью шрифт целиком? Ну, вот я не знаю технических особенностей. Если кто-то из людей, которые шарят, главное, Рудимба не говорить про размер 3D-плакатов. Да, да. Нет, ему-то размер плакатов зачем? Он же другим занимается. Хотя, блин, наш дизайнер перегнал все его иконки в SVG. Стоп, а какие иконки вообще? Было бы удобнее для сторонних разработчиков, чтобы иконки были как на Twitch отдельными SVG файлами. А у нас как? Вот это да. Вот это я не в теме. Я могу сказать по иконкам следующих. Это P1.1 и все сетом связанное. Что-то не связанное у тебя получилось в сообщении Zeroin? А, может быть, Рудимба говорит о иконках, которые все еще не в SVG у нас на старой версии сайта. Я думал, что мы уже... Странно. Так, что мне с этим делать по факту? Ну, во-первых, в резине все иконки SVG-шные, если я... Короче, это P1 не позволяет сделать 100-500 подключений. За обидень, говорит Витя. Ну, я Витя доверяю. Если Витя говорит, что это нам не нужно, значит, это нам не нужно. Довольно длительное время, у четырех месяцев, присутствуют проблемы с стримами в фомби, в браузере Firefox. В хроме все нормально. Лед, посмотришь на комментарии 49-й? Судя по всему, это как раз та тема со столбами, что там... Я пришлю тебе ссылку. Качество картинки... Девятый, да? Да, да, да. Да, я уже скинул. У фомби, у мантича. Ну, это классика, мы уже сто раз правили строку поиска. Витя, короче, давай в резине сделаем, чтобы нифига не расхлопывался поиск. Нафиг это нужно? Бесят. Верстальщики не могут поправить такую вещь. Она с завидной периодичностью возникает раз за разом. Мало того, что она сомнительная в плане удобства, так она еще и не реализовывается адекватно. У меня постоянно люди жалуются на то, что именно мой стрим не идет. Может быть, проблема, кстати, в настройках. Фомби, а можешь скинуть скрин из ОБСа твоего, там где... Что нас интересует? Вкладка настройки трансляции, это точно. И что еще в ОБС может быть? Может, два раза, что-то не заботится, кодировать медиа. Ну, вот-вот-вот, может быть, что-то это в плане настроек у стримера. Может, хайп профиль у нее стоит. Может быть, у него кейфрейм неверный. Может быть... Фомби еще скинет скрины в коммент. Может, просто забавить. Да-да, это тоже вариант. Сделали уже, говорит Витя. Сделали? Вон, видишь, сделали. Ну, хорошо. Последнее время я стал часто пользоваться театральным режимом. Им бы было бы удобнее, если поле с смайлом разворачивались по всей доступной высоте чата. Возможно, кстати. Особенно в резине это сделать... Напрашивается просто логично это. Я не перестану повторять. Верните отображение время начала стрима на странице канала. Так, пользуйтесь командой Up. Довольно волновал один вопрос. Есть такая серия игр под названием Arma. На них проводятся ТВТ-турниры с количеством игроков около 180 на сервере. Так как игра крайне завязана коммуникацией, стримить на ГГ без плашки 18+, не получается. Ибо если стример может контролировать себя, это понятно. Пообщающийся со стримерами Arma задавал вопрос, почему не на ГГ. Ответ получили правило 1. Либо забанили за мат, либо... А смысл мне туда идти, если стрима в списке не будет, новых зрителей не прибавится? Ну да, такая политика сайта. Что делать? Ну вот, такая политика сайта. Стримить тогда на видео, стримить на Twitch, где нет ограничений по цензурной лексике. Та же самая ситуация и в Доте. То есть даже если стример старается сдерживать себя, и у него это получается, то никто не застрахован от того, что кто-то из твоих соратников начнет ругаться. И тут вопрос именно такой морально-этический. Либо мы забиваем на это все дело и говорим, ребята, стримьте на нас, нам теперь пофиг на маты, ругайтесь как хотите. Делаем там раздел какой-то отдельный, например, или даже в общем списке их выводим. Получаем офигенную популярность, все счастливы. Но тогда как бы нехорошо получается. Понимаете, нехорошо. Ради популярности принципами жертвовать не хочется. На сайт могут заходить люди не очень со сформировавшейся психикой. Понимаете, молодые, неопытные. И не хотим мы ни цензуры. Ну, в смысле, не этой. Забиваем, в общем. Разбавим, пожалуйста, прямой эфир. Миша, спешил, смотрел на сердечко. У меня 13 страниц черного. Если бы балл, так все. Все. Вместо 518 написал 36. Если 13 страниц черного списка, ты не можешь 13 адекватно перемножить, это еще минус тебе? Прости, прости, но никак. Миша, как резина будет выглядеть на мобильниках? Фигово. Что еще раз? Да, все равно. Смотри, какой мобильник. На мобильниках сайт, там же разрешение у тебя на мобильнике. Скорее всего, у тебя прошлого поколения. Скорее всего, в новых будет Full HD. И все равно будет очень много мелких деталей. Ну, я заходил, оно как бы тянется адекватно. Но смотреть с телефона на сайт, который является таким информационным, и там огромное количество информации, довольно неудобно. Потому что много разных разделов, много инфы, и как бы что-то будет, но... Написать детраждение не указано. Да, да. Это надо сделать в резине, не забыть в профиле. Где, правило, отлично показывается. Даже читать удобно. Ну, там шрифт, кажется, еще увеличивается автоматически. Это... Есть такое дело. Так. Так. Видите, у нас, кажется, по профилю была уже задача, да? Не готовая. Не, не было, да? Есть. Нет. Это не то. Мне казалось, я делал задачу с идеями по профилю. Видите, ты не вспомнишь случайно? Скорее всего, нет. Вот. Идея по обновленному профилю пользователя. Как это нет? Вот, пожалуйста. Сейчас мы... Может, я и не в том проекте создал. Да. Это просто к проекту к другому относится. Выбор часового пояса. Да, она свеженькая. Так. И... И, и, и... Чисто по профилю не было. И зачеркнул, Витя. А я... Чего ты стремаешься? Я на тебя даже не добавил эту задачу. Ты не мог этого знать. Не стыдись. Все нормально, Витя. Ты не виноват. Ты ни в чем не виноват. Чатик бы на главный. В резине чатик будет сквозным. В том числе и на главный. Предлагаю фишку опции остановить стрим, если нет сообщений в чате от пользователя в течении... Конечно, вообще. Ставить стрим, если такое молчание будет, саботаж просто. О, Росбрейн написал. Ты мобайл американский, не резолвит, айпи, гудгейма. Вообще с мобильника приходится к VPN подключаться. Без VPN доступа на сайт нет. Я так понял, что связано с антидодосом. И через неделю пофиксят. Через неделю ситуация изменится. Но не факт, что в лучшую сторону. При покупке премиума приходит уведомление на сайте с ключом. И оно с этим ключом в открытом виде висит в сплавящем списке уведомлений. Стоит ли его скрывать там? Стоит. Абсолютно с тобой. Согласен. Но это костылем надо скрывать. Ай, Зирвэлю. Зирвэлю любит костыли. Что говоришь? Да, да, да. А как ты... Он присылается туда для того, чтобы пользователь мог его взять, скопировать. И, собственно, активировать. Какой смысл ему частично видеть ключ? Зирвэль, тебе задача вообще отличная. Удача. Я верю в тебя. Ты все можешь. Френды еще актуальны на Гудгейме? В Резине, да. На социальном будет отображаться, что смотрит твой друг. В каких турнирах он принимает участие. Если ты захочешь, конечно. Так. Можно ли топовому донатеру за месяц сбрасывать проценты за донат стримеру? Пошли. Это Джокер продолжает. У него... Он фонтанирует просто идеями. Написал дюжину в прошлом посте. Сейчас еще полдюжины добавляет. Раз уж введен пикомод, добавить возможность маленькие гифки сохранять, вставлять из селектора. Касательно МОТОД, я имел в виду, чтобы отдельный пользователь мог отключить у себя отображение МОТОД, чтобы не мешал. Я в курсе. Касательно чата, нужно добавить в чат в окне фичу полупрозрачный. Вау. С блюром. Помощник может забанить сюда или сообщение. Ладно, помощник может забанить в чате стример лол. Может. Кстати, нет. Не может, скорее всего. Помощник может стримера забанить в чате? Это прикольно. Нет, вот это, конечно, ты молодец. Это хорошо, что ты сакцентировал внимание. Прикинь, человек назначает помощника, и тут его в чате банят просто на 30 дней. Ну да. Помощник банит стримера в чате. Ну они одинаково вправ. Помощник может стримера забанить. Помощники могут друг друга банить. Что-то какой-то беспредел вообще творится. Помощник не должен иметь возможность забанить сам себя. Помощник не должен иметь возможность забанить стримера. Реально беспредел просто. Если об этом все одновременно узнают, такое начнется. Хорошо, у меня права другие. Так, а Зерыча в чате? Надо тебя в проект, Зерыч, добавить. А то ты чатом не занимался. Что-то человек узнает об этом, да? Да все уже. Сейчас революция начнется. Срочно нужно править. Надо сейчас... Приоритет, срочно. Революция. Забанен может посмотреть месседжер во время стрима. Может команду ввести в отдельную строку. Да, кстати, можно, чтобы команды работали. Хотя какая нам нафиг разница на забаненных пользователях? Еще чего. Отключить забаненным пользователям возможность донатить стримеру? Нет, это пожалуйста. А, хотя да, там уже врываются с негативом. Ну, хоть деньги платят. Так, что у нас там за картинкой висела? Ёпресс, это избранная. А можно покрупнее, пожалуйста? Если Таурос просто в таком варианте, очень сложно понять из-за чего там все поехало. Такая жесть. И так сойдет. Так, когда уже в хроме ведут всплывающие подсказки при наведении на смайлы? А мы вот в резине все начинаем подписывать. Красиво причем. Хотя здесь тоже подписаны. Хотя, а почему... Да, в чате подсказки не работают. Ну, что за ерунда? Это же было все. Ой, господи. Витя, а есть под рукой, как это выглядит в макете? Ты же это рисовал даже уже. Сейчас на зеро или навесим задачу? На полгода вперед. Да. Есть задача такая. Здрасте. Добрый вечер, как говорится. Верстка есть, что показывать. Вообще! А чем? Чем Зерыч занимался? Ей задача такая. Ну, как так? Ссылочку дай, пожалуйста, на задачу. Работает, только ждать нужно дольше. Не пишите ничего в чат. Сейчас все будет писать. О, да, всплывает там секунд пять, наверное, навестись и подождать. Это просто гениальная реализация идеи. Просто при наведении пять секунд подожди. Да хорош писать, пеки не ставьте. Слышите? По скроллю. Понеслась. А, да, я по скроллю действительно все. Ха-ха! Не, у меня не всплывает. Не всплывает. Что делать, если не всплывает? Потому что чат в новом окне. Ну, как бы, да, в новом окне, как бы... Ясно. Тогда нужно, соответственно, уменьшить время всплывания, всплытия, время появления всплывающего сообщения с кодом смайла. Чем вообще занимаемся? Господи. Смайла с двух до одной секунды. Так бы Blizzard патчи делали по варкафтам. И дополнение. Пофиксить появление подсказки в чате открытом в новом окне. С двух до одной целой. Десятых секунды. Ну, я думаю, мы можем детально очень... Все. Ну, я думаю, одной хватит. Так. Едем дальше. Нравится смотреть кино-сериалы через ггплеер? Воу. Есть категория «Другой», но стрим Акуджи, меньше категории «Другой», не отображается доступен. Да. Так. Предложение добавить в категорию «Кино». Да. Я думаю, это предложение очень понравится правообладателям. Прямо тем очень удобно будет мониторить ситуацию. Нет. У нас, понимаете, портал... Другой стекла. Да. И там оформление соответствующее. Гудгейм все-таки это внезапно. Околоигровой сайт. Как бы киберспортивный даже кто-то считает. Вот. И фильмы смотреть на нем не стоит. Хоть и несмотря на то, что они есть. Там футбольные трансляции, которые появляются, тоже не появляются, но это не основное. Все это, оно как бы побочный продукт стрим-сервиса, так скажем. Вот. Поэтому... Поэтому нет. Еще момент. Неправильно считалось количество зрителей у Пептар, когда он размещал ссылку на стрим на каком-то сайте, явно не могло... Это Пептар думает, что неправильно считалось? Мы с Пептаром в конференции стримеров общались по этому поводу. Он говорит, не может у меня быть такого большого количества зрителей. А у него там на сайте со ставками плеер размещен. И чего удивляться? Ну, вроде сейчас уже все нормально считается. Доп.инфа блочит из битлок-лист. Господи. Это вот неприоритетная задача. В плеере ГГ сделана перемотка на последние несколько минут, можно добавить индикатор прогресса перемотки. Нет. Ну, она как бы сделана, но средствами вашего локального кэша она нафиг никому не нужна. Другими словами, Чобес, это тебе не нужно. Это утяжелит интерфейс плеера. Этой фичой будет пользоваться небольшое количество людей. И адекватно она отрабатывать не будет. Потому что если обновить страничку, конечно, сбросится, например. Почините, наконец, комменты с оперы 12. 12? То есть ты с какого года не обновлялся? У некоторых стримеров сложно смотреться. Прямо там какая-то уже 20, боюсь предположить. Какая опера последняя? 36 классная. Это опера 12. Это старовер. Это, кажется, до принципиального там какого-то апдейта. Похоже, что да. Некоторых стримеров можно смотреть с прямым качеством. На флеш-плеере в приложении постоянно идет моргание кадра. Но качество так и не подцепляется. Приходится смотреть на высоком. Писал письмо в саппорт. Игнор был ответом. То есть... Ну, у него, во-первых, флеш-плеер. Во-вторых, впечатление, что у него что-то остальное там не так. То есть, он может флеш-плеер смотреть на компе, а когда берет мобильное устройство, у него может натянуть. То есть, он явно переключает устройство. Ну, смотри, он у него и к счетчику это... Коннекция и реконнекция идут. То есть, он не очень правильно. В флеш-плеере приложение. Ну, тот же самый совет. Трассировка на hls.goodgame.ru И обновленный там... Скрин из консоли плеера. Желательно из того, из другого. Какой нам полезнее? HTML-ный? Из HTML-ного желательно. Но, судя по всему, тут проблемы с коннектом не только к трансляции, но и к другому серверу, счетчику так называемому. И вполне возможно, что просто e-net. Ну, коннект от сервера до тебя не такой стабильный. Вот, увы. Добрый вечер. Поживаю в Испании. Точнее, на Канарских островах. На этом можно было и остановиться, в общем-то. Мы сразу все поняли. Все хорошо у тебя. Проблема в лагах. Да, не могу смотреть нормальные видео через сервер ГГЭ. Хотя Twitch работает идеально. У Twitch в Европе все прекрасно. У нас специфика исключительно СНГ. Не открывается сайт. Местами зависает. А вот это, скорее всего, антидидосом мы пофиксим. Вообще, постепенно... Ну, мы периодически подключаем в раздачу один из европейских серверов. Вот. Но, учитывая то, что большинство пользователей, подавляющее большинство пользователей, находятся в пределах СНГ, то там этот сервак европейский, он только один. И он и то приходит, когда... Ну, так, по желанию, скорее. Когда хочется посмотреть на статистику на какую-то, он не работает на постоянной основе. Поэтому на Канарских островах хорошо, но Connect, до Goodgame, до Москвы, он все равно будет страдать, к сожалению. Почему на старом приложении Android неофициально высокое качество лучше, чем на новом официальном? Не удаляю старают только по этой причине, потому что старое, скорее всего, брало качество из премиума. Вот и все. Там, в принципе, приложение очень сильно поменялось. Вот. Как-то так. Плюс в новом приложении картинка растягивается на весь экран планшета, соответственно, немного деформируется. Передам разработчикам. Ну, не стоит говорить, что когда вы смотрите, как бы, качество премиальное бесплатно по тем или иным причинам, это... Ну, как-то никак не помогает с сайтом. Конечно, хорошо, что была такая возможность, но... Что еще раз? Не было неофициального этого. Уверен? Ну, если только вложение от доктора Рэй. От доктора Рэй, скорее всего. Ну, по-моему, наверное. Ну, не знаю. Я в любом случае вторую часть только ему передаю и все. Думаю, большая часть начинающих стримеров обрадовалась бы бы со стрима на пару часов, как услуги на коммерческой основе. Да тут о коммерческой основе пока никакой речи не идет. Тут хотя бы понять, как концепцию реализовать попроще и попрозрачней. При условии, что стримами создается кошелек, на котором складывается сумма с рекламой, чему-нибудь сделав, создав, что приведет сумму между пользователями. Да. Посмотри, есть ли возможность делать шириной. Ширина какая-то. Мы уже приближаемся к концу. Вопрос, который интересует кого-то. Что будет? А, так, у тебя разрешение 1024 на 768. Сайт с текущей, он не оптимизирован под это разрешение. Он нормально работает, только 1200+. Новый сайт, резиновый, будет ужиматься до 1000 как раз. Но опять же, тех людей, которые с таким разрешением, их очень мало. Поэтому в текущей версии мы точно править не будем, а в резине эта проблема решится. Проблема с превью стрима. Проводишь мышкой построимую, выводишься с экрана, и звук продолжает идти. Да, это бесит. Даже думаю, что мы откажемся от превьюшки в резине. Превьюшки? Да, да, да. Знаешь почему? В резине скорость загрузки, вот перехода с главной страницы на страницу канала, она там вообще практически незаметна. Ну, то есть, там нет сейчас автоплея, чтобы показать, но вы просто посмотрите, насколько... Ну, а если ты не хочешь переходить на канал, просто проводишь мышку, красиво... Ну, может, тогда там может как-то курсор ловить, что даже если он... Ну, не знаю. Просто эта тема, она... Мы ее несколько раз пытались пофиксить, и что-то там фиксили, но продолжает так или иначе вылезать. Если у тебя там какое-то окно пооткрыто поверх, ты просто мышкой проводишь, и у тебя стартует превьюшка, и она продолжает играть. Были фиксы по этому поводу, но, видите, все еще проблемы так или иначе всплывают. А может просто проигрывать этот превью даже при наведении в ограниченное время, ну, допустим, за 10 секунд, 15 секунд, чтобы она в любом случае даже у тебя мышка наведела... Так этого хватит для того, чтобы негатив был. Он все равно возвращается в самые первые секунды для того, чтобы этого не было, чтобы выключить звук или увести курсор. Ну, ты хочешь, чтобы превьюшка не вечно проигрывалась, а спустя... Не, я имею в виду, ты навелся на нее, она проделывается 10 секунд и сама выключается. Ну... Все. Не решает? Не, не решает. Так, тут ссылка на средства массовой информации. Да, можно, и причем он запоминает отключение звука, но эта иконка еще не всеми замечается в правом верхнем углу. А он по умолчанию, кажется, и выключен. Надо отключать нафиг звук, какие могут быть еще решения. Надо проверить по умолчанию, включен ли звук в превьюшках. Или вообще реально без звука. Нет, сейчас уже попривыкали, уже к этому звуку и пользуются ими наверняка. Выключен ли звук в превью, в селекторе, на главной странице для нового пользователя. Зерыч, ты знаешь, что делать. Так. Ну, превьюшки шикарные. Увеличьте время срабатывания превьюшки на пару секунд. Ну, пару секунд будет тебе очень некомфортно, поверь. При прямом стриме на Twitch есть выбор сервера, на какой сервер стриминг. Кажется, в Нидерланды, да, у нас сейчас стоит? Или куда? Ну, он куда заходит, на рестрининг? Нет, там же есть предустановленный. Куда у нас рестрининг идет? Ну, там они вертятся. А, в Раундробине, что ли? Да. Ну, чтобы не на один сервер стриминг пускать, а на рестрининг. Короче, это лотерея. Шипей ТВ. Возможно, имеет смысл сделать выбор серверов для рестрининга. А, кстати, есть ли у нас статистика, с какого сервера Twitch чаще дропает поток? Нет, это не собирает. Ну, это просто, что-то детестить еще. Ну, да. Эти вещи не детектируют. Мы-то все равно, так и так поток идет он от нас. То есть, если этот детектить, то тут уже можно будет делать автор рестарт, потом он собирает статистику. Первое, потом детектипадение типа нужно. Есть еще вопрос касаемо вот этого. Что там? А, что ссылка на презентацию не та. Это я исправлю. Скорее всего, после последнего редактирования нет услуг. Вставили и все. Обновить ссылку по сайте. Так, едем дальше. Михаил, будет ли ужесточаться контроль за матами на стримах? Нет, система будет пока работать так же, как работает. То есть, стример может допустить на цензурную лексику. И если на него пользователь не пожалуется, то модератор... Ну, то есть, представьте, идет там 500 одновременных трансляций вечером. Модераторов не хватает для того, чтобы мониторить все стримы. Если на стримеры идут жалобы, то сразу к нему внимание. К нему заходят и, учитывая, если повторяется ближайшие минуту-две маты, то его закрывают. На какой-то срок ставят галку просто. Вот, но, во-первых, когда модератор приходит по жалобе, он же должен проверить, как бы продолжает ли стример гореть или нет. Поэтому, если стример выругается один раз, ему, скорее всего, ничего за это не будет. Ну, это не запрещают все люди. Да, бывает, типа. Вот, но если после жалобы приходит модератор, а он продолжает, то все, то ггшечка. Система хорошая. С одной стороны, вроде как и допускает, есть право на ошибку. С другой стороны, если ты уж на две минуты выдаешь такую, прям, ну, бывает, наломился на люру, как бы, ничего не сделать, то не может остаться незамеченным никак. Добавляйте информацию по автору сообщений об ошибке. Да, кстати, стоит, если это персонализированная какая-то вещь. Чат гг обновляется, не хранится весь в скроллинге, пропадает сообщение дня. Да, так и есть. Можно держать сверху первом в скроллинге всегда. Скорее всего, по Message of the Day, по команде воспроизвести ты его можешь уже сейчас. И стример поставит галочку, повторяется определенной периодичностью. Команды чата указаны в неадекватном месте. Я не знал, что они вообще где-то указаны. Просто вы сможете, как это использовано выглядит в настройках чата команды. Может быть, какое-то информирование, но это, опять же, для таких уже продвинутых пользователей. Поддержку Chromecast это уже в процессе реализации. Сделай донат, пожалуйста, чтобы можно было отправить сим-карты. Ничего себе. Там знаешь, какие комиссии? 50%. Как бы это не очень хорошо. Проверил помощник, стример может забанить сам себя. Да, и стример может забаненному показывать. Так, так, так. Может добавить на сайт раздел, где все смайлы перечислены. Ну, есть раздел служебный, но зачем? Там такой... Он открывается, что ли? Он открывается для всех. Можно просто давать ссылку с раздела помощи по смайлам. Ну, как бы это вообще страница огромная просто. Просто огромная. И она будет еще больше. Так, а у нас с помощью... Это скорее в чате где-то статья будет, да? Какая-то... Смайла чата. Вот она. Окей. Да мелочевка это, конечно. Майкер Опер 12 – это последняя тру-версия Оперы. Хорошо. Оставайся там. Команды чата на русском вместо басурманского. Ап что-то типа давно. Давно – это длинное слово. И когда речь идет о каких-то командах с использованием, например, слышей, которые находятся... А вместо них там в русской раскладке. Вот такие люди изобрели 1С. Что с ними делать? Команды, так же, как и консоль, там скваки, не знаю, какие-то скриптовых языков. Это все на латинском должно быть. Сейчас пойдут потом и, и краткое, и, 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 и. Начнется такой трэш, чтобы поставить слэш в православном месте. В английской раскладке ты думаешь, как ее поставить в русской. И... Басурманский. Международный. Сайт на 1С Битрикс. На 1С Битрикс. А вы как раз на русском все. Переянется, понятно. Да. Да. Да, нет. То есть нет. В дополнение коммент о переводе другим пользователям хотелось бы аналога кашелька, которым зритель может вкладывать сумму, потом при желании. Да, это Баян, но мы никак до этого не дойдем. В фаерфоксе 44-м плеер не работает, черное окно, после авторизации все норм. Скорее всего, да. Вот у меня что-то такая проблема была. Я зашел... Ну, это потому что у тебя HTML-плеер стоит в бета-профиле. И когда ты не авторизован, он тебе подсовывает что-то не то, флешевский может быть. Он подсовывает, то есть по умолчанию флеш, который мы не установлены. Ну да. Так а почему мы только в фаерфоксе 43-м флеш подсовываем по умолчанию? Была задача... Зерыч. Зерыч! Так, попробуем вот так вот сделать. Найдем эту задачу и ее немножко модернизируем. Решена, видите, кем? Посмотрим, посмотрим. Кажется, локетом. А, нет, вообще Сергей. Он уже совсем неактивный. Я задачу тогда на Зеруэля и обновление. Плеер надо показывать на всех версиях больше 43-й. Вот 43-й типа все отлично. Там, миллесурс экстеншн, аппаратное ускорение, что-то там еще нужно было. Поддержка кодека, кажется. И тогда просто по умолчанию у тебя должна открываться HTML-версия плеера, потому что с флэш уже все. Что там такое? Откатывалась за проблем. Лагать начало. Понеслась. Дропов нет. Я тебя тоже посмотрю на этот график клевый. 50-й, который балл, который. Все норм уже. Да нет, не норм. А почему в статистике этого не отображается? Я еще не отразил. Что, минутку подождать? Да, сейчас увидим. Ладно, посмотрим. Ты статус задачи не изменил. Да, кстати. Но все равно ему письмо придет. О том, что задача на него назначена, там как бы не столь важно. Можно ли сделать так, чтобы смотреть не премиум стримеров 48, среднее качество, у кого нет слабо, не можешь смотреть аж дэвы, прямо нет смены качества? Так нет. Это очень-очень много нагрузки нужно для того, чтобы кодировать там 400 не премиум стримеров по вечерам, даже в 480. Мы думали сначала кодеры свободные для части этих людей задействовать, но сейчас эти кодеры вообще другим заняты. Но это не очень рационально на самом деле. Но реально тебе нужно будет обрабатывать несколько сотен каналов из исходного в 480. Там печаль. Лаги, квадрат, пашки. Бывает. Я жду обновления статистики. Вот пошло вверх. Но какое-то несущественное. Может быть это на стороне кодировщика, потому что вдруг трафик нормально доставляется. Короче, специалист, ведущий, уже что-то ведет, какие-то работы. Михаил, во время, во имя азара добавьте вкладку подписки в селекторе на главную. Хотя подписки в резине будут прям сквозные, любимые везде, с любой страницы ты... Все будет хорошо. Слева на сайте есть кнопка «Переноси наверх». Сделать такую же, только в комментариях переносила. Ты просто открой для себя фичу, что если ты кнешь на иконку комментариев, в материалах, например, то ты перенесешься сразу к комментариям. Магия. С наступающим. Можно ли в настройки добавить возможность выбора качества воспроизведения по умолчанию? А он запоминает твой выбор. То есть, какой качество ты последний раз смотрел, такой он тебе и должен подставлять. Но учитывая то, что ты пишешь, значит у тебя что-то не работает. Тогда нужно подробности. Какой плеер ты смотришь и где у тебя, собственно, не работает. Прям не лагает. Все лагает очень страшно. С кодировщиком, скорее всего. Ладно, давайте сделаем техническую паузу, чтобы вы не переживали по этому поводу. А после паузы будет ффашечка. Спасибо вам большое за фидбэк. Спасибо большое тем людям, которые на сайте все вот эти вот идеи воплощают в жизнь. Правят баги, допиливают фичи, развивают. Потому что команда у нас очень хорошая. Вот, я вижу, как пытается что-то сделать в консоли Эльдар. Там проблемы. Если у вас появится какая-то интересная идея, не стоит даже... Если проблема какая-то, то support.sobaka.goodgame.ru Если вещь какая-то нетипичная и вы думаете, что она сверхважная, можете писать мне сразу, прям сразу на micro.sobaka.goodgame.ru Что случилось в наших лесах? Ну, пинки до Москвы 600, это, наверное, плохо, да? Ну, наверное, но у меня дропов-то нет. Ну, да, баллы есть. Я надеюсь, по 6. В общем, низкая скорость доставки. Прикольно. О, класс. Да. Все, а я вернусь через 5 минут с ффашечкой. Не разбегайтесь. Будет очень много горения. Потому что играть в Warcraft я и не умел, и разучился еще больше.